Так, ой, похоже я уже нажал запись, ну прекрасно, запись пошла в облако, если кому-то, да, вот я включил эту запись совершенно верно, причем я включил ее в облако, вот замечательно, будем считать, что все в порядке. Давайте тогда что-нибудь делать. Значит, напоминаю, что судя по всему, по параметрам тарифа облачная запись доступна в течение недели, то есть появится она, допустим, через час после конца нашей лекции, но, впрочем, я, наверное, среагирую скорее часов в пять, потому что у меня еще две пары, ну а после этого все желающие могут закачивать, что угодно делать. Так, по прошлым годам ожидаемый объем записи на такую вот лекцию из двух пар, ну что-то порядка, ну вот если в режиме экрана, порядка двухсот, не знаю, как говорится. Единица измерения. То есть он такой получается достаточно большой. Так, хорошо, ну тогда вперед. Значит, доска по-прежнему, я надеюсь, расширена, все видят доску очень хорошо. Значит, давайте чем-нибудь займемся. Ну, во-первых, давайте буквально маленькое напоминание о предыдущем сюжете. Значит, мы с вами фактически такой завершили вводную часть, ознакомились с основными свойствами пределов отображений. И закончили мы тем, что сформулировали критерий Бальца-Накаши для отображений. И я просто хочу написать, насколько я помню, я это не успел, написать критерий Бальца-Накаши в частном случае, когда мы применяем его к функциям. Значит, такое нелогичное начало начинать со слова «следствие». Это немного странно, но тем не менее. Следствие 1 из теоремы. А теорема говорила о том, что существование пределов точки для отображения совершенно общего вида эквивалентно выполнению критерия Бальца-Накаши. И единственное ограничение, которое накладывается для этого отображения, это то, что множество, куда действует отображение, множество Y, пространство Y является полным метрическим пространством. Хорошо. А давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас отображение F действует из множества D лежащего. Кстати, пусть не V, а пусть тоже произвольнее. Пока в X, это литерическое пространство, сейчас что-то разгрену, допустим. Пусть это, речь идет о функции, значит, она действует в R. Ну и контекст такой же, как обычно. Значит, А предельная точка. Предельная точка D. Предельная точка множества D. Все. Больше ничего нет. Оно обсуждает свой существование предела. Тогда эквивалентны две вещи. Очень хорошо, что следствие 1. И я тут собираюсь номеровать 1 и 2. Утверждение 1 существует. Конечный предел. Конечный я пишу на случай все-таки V, мы как бы в случае чего можем представлять себе, что и бесконечные пределы бывают. Так нет, предел конечный. Не буду писать, чем равен. Неизвестно, чем равен. Просто конечный предел. А утверждение номер 2. Вот это техническое утверждение критерия Вальсана Каши. Для любого и х больше 0 существует такое дельта больше 0, что как только вы берете х больше 0, что как только вы берете х очень близко, то значение функции отличается очень мало. Значит, для любых. Значит, я как-то обозначал в прошлый раз, я не помню. Х и еще один х. Допустим, очищертой, да? Значит, очищертой берутся из множества D. В любом случае не берется точка A. Давайте я сразу выкину. И они берутся на расстоянии меньше. Постоянное х-метрическое пространство там постоянное. Так вот, когда вы взяли два близких х из области определения, сразу должно оказаться, что значение функции в них почти одинаковое. Ну, замечательно. Вот этот вид. В данном случае я не собираюсь дальше разрабатывать, так сказать, какие-то последствия вот этого знания. И так прямо сейчас его применять. Применение будет несколько отложено. И, может быть, даже не нужно нам следствие по A, такое замечание. Аналогичного вида утверждения можно применять и для случая односторонних пределов. Правильно. Односторонние пределы. Если мы рассматриваем функции заданных или просто хотим, вне зависимости от области определения, рассматривать односторонние пределы, то это все подпадает под схему этих следствий теоремы. И мы можем точно так же формулировать отлично твердение. Отлично. Для функций, заданных на R. Ну, заданных на R, это, конечно, подпадает в схему следствия 1. А вот дополнительная история, что мы еще имеем там односторонние пределы делать, вычислять, точнее, как бы ввели их рассмотрение. Это тоже может быть описано критерием Бальца Накаши. Ну, например, существование предела x, стремящегося к A слева у функции f от x. Уже я контекст не буду детально описывать. Он аналогичен на рассматриваемому. Всегда функция на каком-то множестве D, но вот сейчас она вещественная. Да, вот сказано, что санта задана на R. Значит, существование этого предела равносильно техническому утверждению. И давайте я его еще один раз напишу. Ну, вот с поправкой, с конкретизацией на то, что предел односторонний. Значит, по-прежнему для любого ε больше нуля существует эффекта больше нуля. А дальше вот специфика. Ну, во-первых, x и x, что-то берутся по-прежнему из области определения, потому что мы на нее все равно должны обращать внимание. А берутся на расстояние меньше Δ, да? И при этом слева от точки A. Как мы это записываем? Ну, видимо, так и надо записать. Либо прямым текстом записать, что x, x чертой меньше A. Ну, и так и запишем. x меньше A, x чертой меньше A. Можно было бы написать пересечение с лучом, но да ладно. Это мы отдали дань тому, что подходим слева. Ключевое условие, что между x расстояние маленькое добавим. И вот в этих условиях мы требуем, чтобы выполнялось опять то же самое утверждение. Значение функции. Давайте я буду писать в два столбика на этом круглой экране. Поэтому я перейду на вторую точку. Значение функции в этих точках мало отличается. В общем, техническая такая вот деятельность, которая возникает, так сказать, от безысходности, когда нужно доказывать существование пределов, не зная, почему они могут быть равны. Так, хорошо. Ладно, давайте, значит, пока временно закроем эту тему. Ну, значит, и начинаем следующий большой сюжет. Сейчас я могу экспериментировать с толщиной видео. Сейчас, что он с толщиной видео. Толщиной больше нравится, но мягче, чем больше нравится. Слезет толщиной. Слезет толщиной. Так. Неприжимные функции. Это, как бы, название следующего параграфа. Не знаю, в принципе, можете обеспечить мне обратную связь. Мне легче писать толстыми линиями, потому что почему-то так мягче пишет, и меньше пропускает стихов при написании. Но, может быть, все-таки удобнее видеть тонкие линии. Я начну сразу с определения. Сразу определения. Сразу непрерывное. Ну, может быть, стоит, наверное, тогда все-таки предусмотреть общий вариант и отображение. Все-таки начинать мы будем, конечно, с отображения. Давайте сразу и задать им функция частный случай отображения. Значит, пусть функция f, с 1 номером множестве d, где угодно, в метрическом пространстве x, принимает значение в y, тоже это совершенно произвольное метрическое пространство. Пусть точка x0 это точка xd. Нолик обычно приписывают таким точечкам, которые в процессе ближайшего, так сказать, рассмотрения не подлежат никакому изменению, являются фиксированы. Ну, а с другой стороны, когда не хотят вводить разнородные определения, если я возьму точку а, в этом смысле, а для других значений буду писать x, то в этом смысле я как-то начинаю что-ли различать, что точка а как бы обладает свойственностью, что ли, такими принципиально отличающими от других. А здесь я хочу сгладить этот диссонанс. То есть определяемым термином являются слова. Говорят, что f непрерывно в точке x0. И что же это значит? Это значит, что выполняется, может быть, я лучше даже напишу, если выполняется, одно из утверждений. То есть я дам сразу несколько вариантов определения непрерывности. Утверждение номер один. Долгожданное, так сказать, событие. Я даю определение, которое не сформулировано на таком вот языке ε-δ, оно сформулировано на таком макро языке. Значит, существует предел, это x, темящее всего x0. Из всяких ε-δ, а просто выйдите в термин существования предела. Задаю, значит, существует предел этого выражения f от x, и он равен значению f в точке x0. Это как бы ключевой, значит, ключевое представление непрерывности. Предел, при x, темящее всего x0, должен быть равен значению в точке. Но здесь я должен оговориться, потому что, значит, предел мы определяем для случая, когда x0 является предельной точкой в области определения. А в общем случае я взял произвольную x0, то есть она может быть предельной точкой для d, может быть непредельной. Непредельная для d, это значит, изолированная, да? Существует окрестность, которая содержит из множества d только эту точку и больше никаких других. И в этом случае мы не говорим о пределе. мы не рассматриваем предел, когда x стремится к изолированной точке. Так вот, тем не менее, изолированные точки в области определения бывают, а я по поводу всех точек в области определения хотел бы представлять себе непрерывно функция в этих точках или нет. И поэтому вот отдельно придется обсуждать изолированные точки и принять такую точку зрения, что если точка изолированная, то мы по определению считаем в ней функцию непрерывной. Значит, и того, заканчивая фразу номер один первое утверждение, значит, либо существует предел при x стремящем x0 f от x он равен f от x0, это как бы для случая, когда x0 предельная точка, или это такое исключающее или x0 изолированная точка. И в этом случае это, так сказать, отдельно стоящая точка вашего множества, так сказать, в сторонке от остальной части множества d и значение и функция предполагается в изолированной точке точка d ну хорошо, это вот такое макроопределение, но, к сожалению, все равно, так сказать, во многих случаях приходится возиться, так сказать, технически, какие-то вещи доказывать, и поэтому, кроме этого макроопределения, я дам еще определение, фактически расшифровывающее, что значит, что предел существует, а равен тому, что написано. Вот, значит, поехали. Следующее определение на языке и так далее, такое определение в стиле каши, и это просто обычное определение существования предела, которое каким-то образом поглощает в себя вот это вот замечание про изолированную точку. Для любого и так далее, больше нуля существует, дельта больше нуля, что как только вы иксы берете из множества д расстояний меньше, чем дельта, сразу оказывается, что расстояние от f от x до f от x 0, написать здесь расстояние от f от x до предельного значения, до значения нашего предела, может оно равно это расстояние меньше икси. Прекрасно. И раз уж я вот эту фразу написал, все, она закончена, то давайте посмотрим, значит, во-первых, чисто визуально, вот в этом месте, я его подчеркиваю, в этом месте у нас при описании предела всегда фигурируют добавочки в стиле, ну вот посмотрите сверху, видите, из области определения выкидывают точку а, или вот снизу, значит, x и x чертой берутся из d, но значение а не берется, x и берутся обязательно в отличие от этого. Ну я показываю на формулировке критерия Бальсана Каши, но, так сказать, такого же сорта оговорки и в определении предела. Здесь это убрано по совершенно очевидной причине. Теперь нам точка x0 в качестве вот x-а, который выбирается третьим квантером, ничем не может испортить утверждение. Если вы формально берете x равное x0, то расстояние, которое написано в конце, оно становится равным 0. И неравенство выполнено. Так что эта оговорка абсолютно не требуется. Ну а вот изолированная точка. Изолированная это значит, что всегда есть такая окрестность, в которой из множества d содержится такое, что пересечение с множеством d этой окрестности состоит только из этой точки x0. Представьте себе, что я заметил эту окрестность. Дельта окрестность такая. Я вот для любого ε в качестве дельта предлагаю вам размер этой самой окрестности. Размер той окрестности точки x0, внутри которой содержится только одна точка множество d, это точка x0. Тогда утверждение, что берите из этой окрестности иксы и куда-то там подставляйте, вот эта вот фраза, берите из области определения те иксы, которые попадают в дельта окрестности. Эта фраза означает, что просто берите x равный x0 и только его. Когда мы берем x равный x0, все выполним. То есть вот определение каши непрерывности на языке epsilon-delta, оно автоматически, так сказать, пригодно для изолированных точек, и оно утверждает, что в изолированных точках тоже есть непрерывности. Так, хорошо, поехали дальше. Дальше это я беру определение каши и расшифровываю его на языке окрестности, только и всего. Совершенно единственное действие, которое я делаю. То есть видно, что вместо языка неравенств с параметрами какими-то числовыми, я просто геометрически описываю все в терминах окрестностей. Для любой окрестности. Чего? В точке f от x0, да? В точке f от x0 существует окрестность. В точке x0, что когда иксы берутся из нее, где оно лежит? Оно лежит в 2, и оно лежит в этой самой в x0. Когда вы взяли из окрестности точки x0, x, то оказалось, что f от x попадает в x. Вот, f от x. Готово. Значит, ну понятно, определение 3 равносильно определению 2, потому что просто они об одном и том же, просто одни и те же вещи обозначают разные. Хорошо. А определение 4, таким образом, это еще один вариант, как мы понимаем себя о существовании пределов, и чему они равны, это определение по гейну. Оно говорит, пожалуйста, берите всевозможные последовательности со свойствами. Свойство номер 1. xn должно стремиться к x0. n у меня последовательно стремируется натуральными числами, а нолик, он как бы нолик. и поэтому x0 не является членом непосредственности. Так, значит, что там требуется еще? xn должно лежать в d. И третье требование, которое мы обычно выдвигаем, xn не равно x0, запрещено наступать на точку x0. Ну так не запрещено. Теперь не запрещено. Потому что по духу точка x0, как уже, значит, мы уясняли, не влияет на те ограничения, которые сказываются, ну, по крайней мере, в предыдущих фразах. Так вот, все. Запрещено и не запрещено. И что же для таких последовательностей, у которых осталось два свойства вместо трех, выполняется? Выполняется то требование, которое в определении индейки навсегда и было. f от xn стремится к f от x0. В частности, значит, в качестве xn можно взять вообще стационарную последовательность x0, 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 x0. Но тут кванта для любого. Ну, конечно, можно. Но это как бы только одна из возможностей. Вообще-то все другие тоже надо предусмотреть. Вот. Замечательно. Ну, я ввиду того, что я так детально, так сказать, пока выписывал и размышлял на тему, можно представлять x0, нельзя, изолированное, неизолированное. В последнем случае я как бы смазалась вот это мое размышление на тему, что если x0, изолированная точка. Если x0, изолированная точка, то последовательности, стремящиеся к x0, обязаны стабилизироваться. Правда? Начиная с некоторого места, они все равно x0. И тогда тут тривиальным образом тоже все выполняется. Ну, тогда я не буду специально оформлять это в качестве теоремы, поскольку мы уже, так сказать, эксперты в такого же от утверждениях. Значит, эти определения эквивалентны. Собственно говоря, эквивалентность второго, третьего, четвертого, когда x0 предельная точка мы знаем из условия соответствующего утверждения о пределах. Да, это просто вариация предельных предела. Ну, вот это повлияние рассмотрения предельной точкой. Эти точки сразу понятно тоже делают. Просто выполняют, что каждое из утверждений подстраивается и выполняют и вот так, хоть, накручивают. Признавая, что в изолированной точке есть не призываются. Хорошо. Ладно. Давайте тогда чисто формально сразу же зададим такой традиционный термин. Раз есть непрерывность, то, наверное, бывают и разрывы в точке. Значит, разрыв. Или там говорят, что функция разрыва в точке. Значит, f имеет разрыв, а в старомодном стиле там это как-то по-другому даже говорилось. Такой старояс, он уже так как-то не используется, но с другой стороны, о чем вы не вернулись тогда какой-то древний словечко, раньше говорили терпит разрыв. Вот язык математический, он так потихонечку меняется. Он меняется в сторону так унификации, когда, значит, какие-то вещи экспертизуются на таком международном уровне. Мы все чаще используем какие-нибудь предлоги, там где достаточно управления падежами, ну и там как-то вот какие-то другие кальки изностранных языков все больше внедряем в язык. Но были какие-то раньше и такие своеобразные штучки, например, расстояние. Раньше считалось, что расстояние это как бы функция точки. Вот вы берете точку и от нее считаете расстояние до всех других. То есть оно было не между точками, а вот расстояние от данной точки до чего-то. И поэтому оно как бы принадлежало самой точке. И вы говорили, расстояние точки x0 до точки x. Было как бы свойство, привязанное к точке. А сейчас нет. Сейчас его отобрали от точки, и расстояние оно все-таки для пары. и тогда, значит, там какие-то другие предлоги и уже расстояние точки не говорят. Значит, ладно. Так вот функция имеет разрыв или разрывно. Это означает, что она не является непрерывной. в точке x0, да? В точке x0. И является непрерывной в точке x0. Вот и все. Так, хорошо. Но при этом для вещественных функций, когда область определения это какое-то подносство в веер, у нас есть некая такая дополнительная стандартная терминология, тем более, что это основное рабочие случаи во всяких приложениях. Давайте я, так сказать, в этом смысле разрывом еще несколько слов посвящу. Значит, во-первых, давайте для случая функций, которые заданы на множествах належащих в веер, мы можем определить такие суррогаты непрерывности. Непрерывность слева, непрерывность справа. Пусть f действует на множество t и в этом смысле я вот разглядываю, как можно будет подойти к точке x0. А куда действует, даже, собственно, можно и не брать, что это функция. Можно даже рассмотреть отображение. Пусть она действует в веер. Так вот, значит, такое отображение непрерывно слева, ну, я думаю, справа, в точке x0. По-прежнему точка x0 должна лежать t. Если, ну, тут уже опять нам не нужно, так сказать, сниматься с такой детализацией, чтобы четыре варианта решить в этом роде. Достаточно в таких макро-терминах. Значит, давайте просто возьмем нашу функцию f, давайте ее сузим на, так сказать, все, что расположено левее, точке x0. Вот на это множество. Ну, она вообще на d была задана, может быть, стоит сюда дописать, что d остается, конечно, да, могут значения появляться. Значит, вот скобка у меня как-то прорисовалась плохо, давайте я еще раз ее прорисую. Значит, скобка квадратная. Значит, x0. Вот такая функция. Значит, просто стерли всю область определения правее точки x0. Вот если получилась функция непрерывная в x0, то это непрерывность. Ну, такое замечание. Очевидно, что если вы рассматриваете функцию или отображение вот в связи с этими понятиями, то факт непрерывности состоит в том, что вы одновременно имеете непрерывность слева и непрерывность справа. Если функция одновременно непрерывна слева и непрерывна справа, то у нее получается предел при x, стремящемся к x0 слева. А, ну, я забыл это сказать, но давайте я скажу. Я отшифрую, так сказать, мелким узким текстом. В частности, это означает, что просто предел при x, стремящемся к x0 слева равен fx0. Значит, если функция непрерывная слева и справа, то у нее слева предел равен fx0 и справа, и тогда совершенно понятно, что просто предел существует, и это тоже равен fx0. То есть получается, что вот такие у нас возможности изучать, так сказать, по отдельности способ приближения к точке x0 слева и справа и вот получать непрерывность в частности, вот модули так-то просто раскрываются без всяких проблем, если кого-то они до сих пор беспокоят. Так, хорошо. Значит, давайте обозначим, я, кажется, вводил это обозначение, да, но на всякий случай повторяю. символом таким вот f от x0 плюс нолик или минус нолик обозначаются односторонние пределы функции f при x, стремящемся к x0. То есть предел при x, стремящемся к x0 вот, соответственно, слева или справа. Возначаются пределы вот так, да? Вот. И тогда продолжаю терминологию, опять же, точек разрыва для случая функций заданных на вещественной оси или отображений заданных на вещественной оси. Вот рассматривают такую вот классификацию точек разрыва. Если оказывается, что существуют пределы слева-справа, справа-слева, вот допустим, у функции оказались такие пределы существуют, но при этом оказалось, что вот значение, значение этих двух пределов, как бы это сказать, единую фразу, не все три числа из тех, которые я собираюсь перечислить. Все три числа равны друг другу. я собираюсь назвать три числа и хочу сказать, что вот если среди них есть неравненные, числа это такие, значит, во-первых, предел слева, во-вторых, значение точки, и в-третьих, предел справа. Вот у нас существуют односторонние пределы и значения, значение точки по определению существует, мы такие точки сейчас рассматриваем, в этом параграфе всегда точка x0 у нас лежит в области определения. Так вот, эти три числа не все равны друг другу, то тогда это называется разрывом первого рода, ну, обычно все-таки это говорят про функции и когда говорят про функции, то уместно будет назвать этот разрыв словом скачок тоже его название и значит, что это такое, как это визуально себе представить, значит, пример, давайте рассмотрим функцию, ну, например, такую, значит, f от x это знак x как там, нужно ли писать букву i в серединке это я не уверен, можно и не писать, но с другой стороны и вас поймут, значит, как выглядит график такой функции, что это такое, да, что это за функция, это функция, которая принимает три значения, 1, 0 и минус 1, значит, при x больше 0, это 1, при x меньше 0, это минус 1, а при x равном 0, это 0, график этой функции выглядит совсем просто, это что-то такое, что-то ясное, так, а стрелочка, так, это я нарисовал, оси, а график все равно буду рисовать черным, значит, получается, что график выглядит так, у нас функция имеет, стрелочка на графике означает, что при приближении к точке функция на конце этого луча, значение все-таки этой функции задается не на прямой, которую я нарисовал, а вот в прямой, замечательно, я построил график функции знак x, ну и да, прекрасно, значит, если вы движетесь в сторону 0, давайте точку x 0 будем рассматривать 0, если вы движетесь в сторону 0 слева, у вас автоматически получается, что функция при этом постоянно равна минус 1, поэтому предел слева это минус 1 в 0, предел справа это единица в 0, ну а в 0 значение даже не то и не другое, а что-то третье, а именно 0. Таким образом, все три числа тут различные, это разрыв, типа скачок, все прекрасно. С другой стороны, давайте я, пожалуй, не буду столько тратить время на рисование три верхних картинок, значит, с другой стороны, если вы посмотрите такой же распространенный пример, разрывные функции тоже очень часто употребительные, f от x это целая часть x, хоть бы даже в той же самой точке x 0 равно 0, хотя можно и в любой другой целой точке, значит, мы для функции целая часть x, я уже буду рисовать так, как и другие картиночки, имеем в качестве графика ступенчатую такую фигуру, значит, целая часть при значит, при x от 0 до 1 целая часть равна 0, при x от 1 до 2 целая часть равна 1, при x вот я нарисовал так сказать, скидик графика, но если она следует так сказать в будущей детали, то надо будет рисовать стрелочке на конце каждой линии стрелочкой вправо а символизирует, что пока вы берете число 0,99 у него целая часть все еще 0, но как такое станет собирать число 1, у него целая часть станет равна 1, значит, в этом случае получается, что предел слева не равен пределу справа, а значение в точке совпадает с одним из них, а именно с пределом слева. А можно рассмотреть вообще несколько абсурдную ситуацию, ситуацию такого сорта, вы берете какую-то функцию, неважно какую, в какой-нибудь точке говорите, ой, извините, давайте назначим в этой точке другое значение, значит, вот это вот, это не перечеркивание, да, две стрелочки, когда вы движетесь к точке x0 слева, у вас получается, что должна бы быть непрерывная нарисуется такой плавной линией, но нет, нет, в самой точке x0 почему-то значение назначено не такое, как это требуется подпрерывностью, то есть предел слева и предел справа, говорят, что значение в этой точке, давайте назовем это число, как-нибудь должно быть равно, допустим, число b, а значение в точке x0 назначено почему-то не число b, а какое-то другое число, допустим, я его назову a. Зачем так сделано это, как бы, тем, кто такое делает, вопрос, но если такое произошло, то действительно вот мы получили функцию, которой левосторонний и правосторонний пределы совпадают, что является хорошим основанием подозревать, что эта функция должна бы быть непрерывной, а она почему-то не непрерывна, потому что вот кто-то, понимаете, испортил значение в точке x0, задал значение не так, как это, так сказать, требуется для запреживности, требуется совпадение левостороннего и правостороннего предела со значением в точке, а здесь это как бы. Так, хорошо, это у нас мы обсудили разрывы первого рода, значит, давайте, чтобы не разносить определение по страницам, у меня на этой страничке кончились следующие, но я сюда же впишу добавочку к определению 1, это добавочка к определению разрыва первого рода, это такое, что такое разрыв второго рода, значит, разрыв второго рода, это разрыв, то есть такая точка, в которой отсутствует непрерывность, которая не является разрывом первого рода, я вот сюда и впишу, просто сидим цветом, чтобы это было замерено, остальные, в случае разрыва, они называются, это знак разрыв, так просто подставишь в таком конструктивном стиле, чтобы сэкономить строки, это как бы разрывы второго рода, значит, каким образом может оказаться у функции разрыв второго рода, какого-то из пределов слева или справа, или даже обоих может не быть, да, такой вариант возможен, какой-то из пределов слева или справа, или оба, может оказаться бесконечным, да, это тоже важно, значит, бесконечный предел, это как бы с точки зрения конечности, так сказать, с точки зрения обычной теории пределов, Это все-таки мы считаем, что функция расходится, на самом деле конечного предела не существует, и это относится к точке разрыва. Наши функции принимают значение vr, а здесь функция убегает на бесконечность. Пытаются принять значение, не лежащее в нашей области значение функционное. Нам-то не жалко, мы бы могли рассматривать значение vr черта, если мы занимаемся по числам циориотизированием. Но дело в том, что нас не поддержат тех, кому нужны какие-то технические приложения, потому что если у вас что-то стремится к бесконечности при их стремящемся к x0, то это значит, что в момент времени x0 у вас что-то взорвется, или в момент, когда вы доедете до точки x0 у вас произойдет, не знаю, какой-нибудь гравитационный коллапс, ну или еще что-нибудь, то есть произойдет какая-нибудь катастрофа, связанная с тем, что предел равной бесконечности с точки зрения всяких приложений это всегда какая-то большая неприятность. Что-нибудь рухнет, что-нибудь сломается, что-нибудь, так сказать, заискрит и тому подобное. Поэтому, значит, вот такая терминология, навеянная большинством потребителей математики. Существование конечных пределов, и когда мы вдруг скачем от одного значения к любому, это куда еще не шло, в любом выключателе такой разрыв реализован, да, не было, только пошел друг. Правда, он, наверное, все-таки реализован в виде непрерывной, но очень быстро меняющейся в районе 0 функции, ну, в районе, в районе в какой-то точке включения функции, но, тем не менее, в каком-то смысле можно было сломать и разрыв. Ну, вот разрыв, когда что-то вообще бесконечное, или когда что-то не имеет предела, это значит, что все оборудование сломано, значит, все размещено вообще в деталке. Давайте посмотрим на картинку, как должна была выглядеть, значит, функция, у которой, график функции, для которой имеет место вот ситуация разрыва второго рода. Значит, еще пример, не то чтобы он очень интересный, значит, давайте рассмотрим. Значит, пример, давайте рассмотрим функцию y равно sin1 на x. Значит, как устроен график этой функции? График этой функции устроен так, значит, ну, давайте смотреть, в каких точках, скажем, sin равен 0, это такие характерные точки, sin равен 0, sin равен 0, при t до пика. Нет, разрыв второго рода, это разрыв второго рода. Я, извините, у меня немножко сбоку висит этот чат, и поэтому я не совсем обращаю внимание на вопросы из чата. Значит, ничего, просто разрыв второго рода. Котелка визуально на графике хорошо, так сказать, предсказуем. Он, так сказать, выглядит действительно, как было-было какое-то значение. Вот как на графике предыдущем, вот таких функций знак x, да. Мы идем слева направо, у нас было значение минус 1, вдруг прыг, оно стало единицей, и дальше идем сюда на единицу. Ну, или вот как вот с целой частью, да, шли-шли-шли, значение было минус 1, прыгнули, стало 0, потом прыгнули, стало 1. Ну, то, что функция постоянно между этими местами прыжков, это как бы необязательное явление, она могла бы меняться, это тоже соответствует идея разрыва. Но, по крайней мере, вот поведение такое совершенно понятное. А для разрыва второго рода оно более разнообразное, в этом смысле не зафиксировалось терминологией. Значит, график функции 700 на x, значит, давайте введем, значит, точки, которые позволят его легко построить. Ну, во-первых, я сразу замечу, что при замене знака, знак меняется, то есть функция нечетна, поэтому я буду внимательно ее строить только справа от нуля, а слева даже, я не знаю, я попытаюсь нарисовать, но я же, так сказать, это как на глаз буду зеркально снимать. Ой, точно, спасибо большое, да, вот действительно то, что мне в чате в качестве вопроса предлагают. И, кстати, это ведь тот же самый, та же самая ситуация, которую я сейчас рассматриваю. Ну, сейчас давайте рассмотрим этот пример и сформулируем, так сказать, эту терминологию. Значит, что я хочу, значит, понять, при каких значениях t вида 1x у меня синус обращается в 0, при t равном пика, значит, x при этом надо обратить вида единицы на пика, ну и, соответственно, вот я начинаю, так сказать, брать эти значения, беру точку единицы на пи, я затрудняюсь, где мне тут стоит подписывать, но я, в крайнем случае, нарисую линию другого цвета, так что, значит, если я беру точку единицы на пи, то синус при этом стал равен 0. Потом я беру точку единицу на 3 пи, потом единица на 4 пи, на 5 пи и так далее. Значит, у меня возникает последовательность точек, стремящихся к нулю. Ну, а синус между ними как меняется? Ну, как-как? Вот если синус меняется на промежутке между точкой единицы на пи и единицы на 2 пи, ну, я его в обратном порядке перечисляю, так сказать, справа налево прохожу, да? Значит, если х движется по этому отрезочку от точки единицы на пи к точке единицы на 2 пи, х движется, значит, под синусом у нас будет число от пи до 2 пи, синус при этом отрицателен, ну и пробегает все значения, которые положены пробегать отрицательному синусу, то есть он сначала убывает до своего минимума минус единица, а потом приближается к значению 0. На следующем промежутке от единицы на 2 пи до единицы на 3 пи, он тоже должен вырасти до своего максимального значения. И свалится как-то обратно сюда. На следующем промежутке, он все короче и короче, значит, происходит аналогичная история. Синус пробегает все значения, которые он умеет пробегать, пока вы бегаете между нечетным кратным пи и четным, значит, он убывает до нуля, а потом возвращается обратно. Ну вот у меня уже, так сказать, моя разрешающая способность. Ну и так далее, значит, я пока подожду. Самый первый промежуток я не взял, потому что на нем синус идет себе нетипично. Вот есть там у него еще точка 2 делить на пи, это точка, в которой он равен единице. А дальше при x, идущем к бесконечности, под синусом все меньше и меньше и меньше, то есть он как-то вот-вот идет, у него там горизонтально осень что-то будет, видимо, так. Ладно, это как бы не то место, которое меня беспокоит. А меня беспокоит приближение к нулю. А приближение к нулю, значит, дальше оно устроено таким способом. Значит, все время у нас возникает отрезочек, все короче, 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 по мере приближения к нулю к нулю. И, значит, вот синус так вот мельтешит, сюда-сюда, чтобы мне это не нарисовать. Значит, вот-вот-вот-вот-вот-вот он так вот, так вот устроен при приближении к нулю. Значит, очевидно, что не существует предела при x, стремящемся к нулю справа нашей функции. Ну, это очевидно мне на картинке. Давайте как-нибудь это, так сказать, вербализуем, эту очевидность. Ну, почему очевидно? Что тут это, так сказать, как это мотивировать, почему? А очень просто. По-видимому, это проще всего предложить в стиле определения гейна. Мы же с вами только что рисовали картинку, и мы очень хорошо присмотрелись к характерному поведению графика. Ну, вот то, как я рисовал картинку, делает очевидно, что для x-катова, который имеет вид единицы на пика, я вот эти точки брал на заметку, и я по ним строил, собственно, как опорные точки для построения графики. Мы вот для этих точек имеем ситуацию, что синус единица на x-кат, наша функция, она, ну, она тождественная ноль, но в частности верно, что она стремится к нулю. Пик стремится к бесконечности. Ну, ровно потому, что это просто стационарная последовательность. Ну, а с другой стороны, если вы берете, я это, так сказать, специально не называл, но в принципе, если вы берете точку x-к вида, такую чуть-чуть подвинутую, значит, пика, а потом тут еще знаменательный плюс. Давайте лучше два пика. И плюс пик пополам. Тогда в этой точке у вас синус будет равен, синус вычисляется в точке 2 пика плюс пик пополам, он равен единице. Получается, что последовательность единицы на синус вот эта x-кат, она тоже стационарная, и она принимает только единичные значения, и значит, если формально он может написать, что она стремится к единице. Так, тут написано, как стремится к нулю, это глюк. Бесконечности. Бесконечности. Итого, пожалуйста, почему здесь существует пределы? Да, потому что если бы он существовал, то по определению гейна должно быть, что для всех последовательностей пределы существуют и, в общем, должны быть одинаковы, а у нас вдоль разных последовательностей получаются разные пределы. Все, определение гейна в этом смысле прекрасно предназначено для, как бы так сказать, построения контрформеров. Если предел не существует, то по определению гейна просто прекрасный инструмент, как объяснить, что он не существует. С другой стороны, можно было бы предложить другое объяснение с помощью критерия Бальсана Каши. Давайте, значит, на секундочку я посмотрю на предыдущей страничке. Критерия Бальсана Каши говорит нам, давайте я это просто произнесу, значит, критерия Бальсана Каши означает такую вещь, фактически, он, ну да, это приближенное районство, это яркое замечание в скобках, я тут могу себе позволить чуть-чуть не доказать. Значит, критерий Бальсана Каши приблизительно означает следующее. Для любой последовательности xn, а также еще одной последовательности xn с чертой, стремящейся, ну вот, давайте говорить в терминах общего определения непрерывности к точке x0, которую мы изучаем, должно выполняться, что fxn минус fxn с чертой скринец к нулю. Я тут приближенное районство написал, во-первых, потому что я здесь не использую как минимум область определения, я нигде не пишу. Ну и, так сказать, как такой повод подумать, да, действительно, вот критерий Бальсана Каши, ну вот у меня в следствии 2, значит, в следствии 1 утверждение по Бальсана Каши написано такое, тут говорится, что как только x-ы становятся очень близко к точке а, то f от x минус f от x чертой меньше икс. Ну так а как нам сделать, чтобы x-ы стали только близко к точке а? Давайте независимой x и x чертой гнать в сторону точки а как последовательность. И тогда вроде бы получается, что вот если они идут к точке x0, точка а это была в предыдущей серии, а здесь у нас точка называется x0. Если они идут к точке x0, то значит они там, так сказать, оказываются очень близко к точке x0, в частности, близко друг к другу, как это требует критерий Бальсана Каши, и тогда вроде как значение функции должно быть чрезвычайно малым. Ну вот вроде так вот это вот похоже на правду. По крайней мере связь, которую мы нашли между определением предела по Каши и по Гейне, устроена на таких же принципах. Ну и, значит, чтобы завершить этот сюжет, то, что мы построили, так сказать, вот в предыдущем примере, выбрали такую последовательность, на которой синус нулевой, и такую, на которой синус единица, это, в частности, говорит, что, ну, может быть, если здесь черт поставить, вот здесь черт означает, что я просто ввожу x-ы, так сказать, по-разному обозначаю, да, это не есть какая-то операция, это просто элемент обозначения. Ну вот-вот для этих последствий обнаружилось, что разная должна стремиться к нулю, а она не стремится. Ага. Хорошо. Значит, давайте, значит, модификация определения. Модификация. Ладно, я вам спешу тонко так и буду писать. Определение скачка. Ну, разрывов, скажем так. А именно, давайте возьмем и попытаемся, вот то, что у меня спросили, то, что мы здесь наблюдали для нашей функции синус 1х, если x0 не лежит в области определения. Ну, давайте тогда договоримся, что, ну, значит, у нас нету трех чисел, предел слева, предел справа, f от x0 по причине отсутствия f от x0. Ну, хорошо, давайте договоримся. Значит, если случилось так, что предел слева равен пределу справа, то уже вот эта ситуация, на самом деле, вне зависимости того, лежит определенное значение f от x0 или неопределенное, давайте будем называть эту ситуацию устранимый разрыв. Давайте я полностью опишу значение. и при этом. Значит, эти два числа равны, и при этом они не равны f от x0. Это если f от x0 лежит. Либо, если x0 вообще не лежит в d, и тогда f от x0 нельзя использовать, так сказать. пределы слева и справа существуют и равны, значения в точке либо не равны этим пределам, либо просто не определено, то вот эта вот ситуация называется устранимый разрыв. сам прокол в области определения мы тем самым тоже трактуем как разрыв. Значит, почему-то с точкой x0 не попала в область определения. Ну, дефект записи какой-то, да. Например, вот забегая вперед, я скажу, что значит, вперед я как-то так и все. Да, вот у функции синус x на x. x0 равна 0. Как выясняется, это устранимый разрыв, потому что ну, мы к этому когда-нибудь придем, пока еще не дошли, но предел слева и справа у этого выражения существуют. Эти пределы, они равны единице. В этом смысле получается, что точка 0 это какая-то, значит, неудобная точка, неудобство записи в числителе 0. вспоминать или 0 функцию не определить. Но судя по поведению этой функции слева и справа от точки x0, вроде как она приближается к единице, значит, наверное, надо считать, что вот это вот неудобство в записи 0 делить на 0 для этой функции, видимо, надо считать ее единицей. Значит, устранимый разрыв в частности означает, что если вы скажете, пусть f от x0 равно вот этим пределам левостороннему, правостороннему, функция тогда станет непрежимой. В частности, может быть, вам придется изменить значение функции в точке. Да, вот оно было какое-то, но при таком значении это получается скачок. А вы берете и меняете f от x0. И тогда получается, что вы исправили функцию, разрыв исчез, то функция станет непрерывной. Итого, значит, частный случай, скачок, который я нарисовал вот здесь в пункте 3 внизу, график, где точки А, значит, почему-то значение пределов равно Б, а значение в точке x0 равно А. Вот это вот устранимый разрыв. Если мы починим, скажем, нет-нет, пусть значение f от x0 равно Б, функция станет непрежимой. Так, хорошо. Значит, мы корректировали ситуацию, когда когда левосторонний предел и правосторонний предел совпадают. Значит, если у нас они не равны, ну то есть они существуют, но не равны. Давайте я просто отдельно напишу. Значит, на всякий случай, да, раз мы тут, может быть, беспокоимся о том, что пределы могут быть еще и вверх бесконечные, но я напишу слово конечные. Значит, здесь тоже эти два предела существуют, они не равны и тоже конечны. Что значение? Точка x0 при этом не принадлежит d. Если точка x0 при этом эту ситуацию называем скачком уже, раз есть конечные односторонние пределы, а если точка x0 не принадлежит d, будем называть тоже скачком. скачок. Ясно, что вне зависимости от того, как вы зададите x0 значение функции в x0, в этой ситуации будет все равно скачок. Ну, а в остальных случаях все, будем опять считать, что это разрыв второй случай. случаях. вот та иллюстрация, которая вверху, функция синус единица на x не задана в точке 0, а даже я там не дорисовал, давайте я напишу тут слово синус, симметрично нарисовать, но симметрично по нечетности, да, значит, с таким опрокидыванием. Вот видите, ерунда получится, если я начал нарисовать так, что могу сделать. Так, Теперь, может быть, стоит еще, значит, в качестве иллюстрации еще одну функцию нарисовать, еще один пример. Давайте рассмотрим функцию f от x. которая задается формулой x умножить на синус 1x. x умножить на синус 1x, но, опять же, при x равном нулю я как-то затрудняюсь, как нужно задавать это произведение, как минимум оно требует какой-то отдельной оговорки, значит, поэтому я говорю, что x не равно нулю. Фраза x не равно нулю это такое вот ленивое описание области определения, то есть функция задана на всех вещественных числах кроме нуля. ну и как она устроена? Все же умеют нарисовать график этой функции, да? Я думаю, что это в школе эти графики рисуют. Рисуют такие школы в графике в школе? мне кажется, рисуют, причем, что характерно, их рисуют, ну как минимум, я не знаю, ну такие, не такие, но на физике, да? Вот как объясняется мне, скажите, пожалуйста, такое противоречие, что всевозможные электрические сигналы, какой там переменный ток у него, ну или электрические, там не знаю, лучше давайте, радиосигналы вот называют, связь, там же мегагерцы, частоты это мега, да? Миллион колебаний в секунду, а человеческая речь это килогерцы, то есть там, не знаю, ну от нуля это утрировано, да? Там, не знаю, от 100 герц до не знаю, 20 килогерц. Спрашивается, как же можно тогда с помощью таких высокочастотных сигналов, которые мы посылаем в радиоэфир, передать вообще человеческую речь? это я вам объясняю, что радио работать не может. Как решается эта проблема в физике? Эта проблема в физике решается очень просто, значит, действительно мы ой, тут же можем передавать действительно человеческую речь с помощью того, что называется, как я-то забыл, как называется, частотная модуляция, амплитудная модуляция. Скажите. Здесь следующее, вы передаете сигнал, который колеблется медленно, задавая, просто считая, что это вы передаете амплитуду какого-то высокочастотного сигнала, а ваш высокочастотный сигнал устроен так, он, значит, с очень большой частотой колеблется, ну вот, я в данном случае зачем-то колебания нарисовал между нулем и, так сказать, вашим сигналом, там, наверное, колебания логичнее рисовать, так сказать, симметричнее между неким значением f от x и минус f от x, но тем не менее, да, значит, вот идея такой вот передачи сигнала, то есть, получается, что, так сказать, сами колебания еще высокочастотные, но такая слабо меняющаяся амплитуда этих сигналов позволяет передать низкочастотное составляющие. Прекрасно. Так, почему это я? Ну, условно говоря, к тому, что если исходный черный сигнал задается какой-нибудь функцией типа sin x, впрочем, у меня кажется, это скорее функция sin в квадрат x, то для передачи, так сказать, низкочастотного синего сигнала надо, значит, просто рассмотреть функцию, ну, вот, вот, ваш синий сигнал f от x умножается на вот эту вот часто колеблющуюся функцию там существенно в квадрате. Получается, что вот таким способом будет передавать, а дальше это уже вопрос техники, как нам организовать зашифровывающие расшифровывающие устройства, которое, значит, эту вот амплитудную модуляцию снимает и, так сказать, превращает в звуки или что-то нас интересует в этом сигнале. Хорошо. Так это я к чему? Потому что, ну, вот функция f от x устроена так. Вот, в принципе, колебания, которые описываются в функции синус единицы на x, это вот вверху странички нарисовано. А мы к этим колебаниям добавляем еще амплитуду. Амплитуда задается, значит, величиной x. Вот я зелеными линиями наметил, так сказать, вот эти амплитудные ограничители. То есть, получается, что мы должны перемножить два графика, если хотите. Один график, это вот этот зеленый крест. Это, ну, я нарисовал линию y равно x и нарисовал, как мне кажется, линию y равно минус x. Что-то с моим глазомером неправильно, потому что, вообще-то, они должны пересекаться под прямым углом и вообще они не совсем похожи на x минус x, если так придирчиво смотреть. Но на уровне, так сказать, новичка на доске нормально. И, значит, я вот зеленую линию y равно x должен умножить на черную линию, значит, вверху. Синус единица на x как умножить? Ну, буквально умножить. Брать, значит, соответствующий x отсюда, значит, на нижней картинке брать высоту, зеленого, высоту, соответствующую этому x, так сказать, вертикального столбика высоту. Это, как бы, будет первый множитель, а на второй картинке при этом же x брать значение функции и это будет второе множитель. Совершенно понятно, как выглядит произведение. Оно выглядит примерно так. Значит, вот у нас, допустим, точка единицы на пи, график пошел вниз, он дошел до линии равно минус x в тот момент, когда синус равен минус единице, потом график пойдет вверх, он дойдет до линии y равно x в тот момент, когда синус станет равен плюс единице. И так это будет поливание продолжаться. Ну, я прошу прощения, мне не рисовать неаккуратно, значит, это будет вот как-то так дойти. Значит, что произойдет при больших x, если теперь x начинает расти в сторону бесконечности, это, честно говоря, не тот вопрос, который меня сейчас интересует, но так из общих соображений вроде ясно, если мы верим в тот зеленый предельчик, который нарисован, вот опять я тут повешу указочку вот в этот предельчик, вот, то тогда кажется понятно, что значение функции при больших x-ах приближается к единице. Значение функции равно синус от 1x-а делить на 1x-а. То есть такая же дробь только перевернутая и в качестве x-а, который раньше изучался стремящейся к ручке x-0 равной 0, здесь у нас 1x-ая, которая при x-стремящей психологической тоже стремится 0. В общем, как-то, видимо, график достраиваю я его и ведет как-то вот из отъединиться вот так. Ну и ладно. А левая половинка графика достраивается по четности. я не буду достраивать, чтобы не портить впечатление от картинки, пока она вроде так достаточно интересно получилась. Значит, функция четная. четная. Хорошо. Так, что же я вижу из этой картинки? Из этой картинки я совершенно четко вижу, что вот то безобразие, которое у меня происходило при приближении к x-а к нулю и сильной асталляции функций и вообще разрыв второго рода, который я наблюдал. Да, давайте напишем один зря. на этой картинке этот разрыв второго рода нашим амплитутным множителем x полностью погашен. Ясно, что f от x при приближении x к нулю это просто на нашем языке предельных вот этих соотношений бесконечно мало x умножается на синус 1x на ограниченную величину. и тем самым значит очевидно, что предел слева такая немножко абсурдная надпись x0 это как бы у меня 0 и я в этой точке изучаю поведение функции и я хочу предел слева и справа и поэтому я пишу 0 плюс 0 или 0 минус 0 так как-то выглядит несколько несерьезно наша запись. Так вот пределы слева и справа очевидно равны 0 то есть в нашем случае это устранимый разрыв и хорошо значит это разрыв связан с тем что мы вначале определили функцию всюду кроме 0 потому что в нуле какие-то проблемы ну и в принципе могли бы это и бросить а мы немножко посмотрели изучали и признали что да нет что бросать вроде как еще очевидно введение функции совершенно предсказуемо ввези 0 так хорошо давайте может быть рассмотрим еще какие-нибудь примеры значит просто связанные с общими значит отображениями пример такой совершенно универсальный до сих пор я все-таки рисовал картинки в ДР да я брал функции это конечно самый знакомый для нас случай но тем не менее давайте еще один пример значит если вы берете отображение кегов отображения действующие из пространства x в y и оно действует так для любого x маленького или x вы говорите что f от x у вас всегда равно одному и тому же значению а то тогда конечно это отображение непрерывно потому что при попытке в любой точке при попытке двигаться в какую угодно точку x 0 вы имеете предел постоянной функции ну или вы имеете изолированную точку ну и тем самым очевидно что предел от x при x тремя семься к x ну и будет равен а это очевидно так хорошо еще пример допустим f у вас действует из рм допустим рк а а действие следующее вы берете точку 0 ну произвольную точку x1 и так далее xm это ее координаты вы ее отображаете я напоминаю стрелочка засечка используется для описания действия отображения на поэлементном уровне вы берете произвольные элементы из области определения и во что же вы ее отображаете очень просто вы значит у вас к меньше м вы просто забываете последние координаты вы говорите все первые координаты к штук оставим как есть а остальные просто выкинем я тут запятую x1 то есть вы как бы взяли и просто отбросили несколько координат как назвать такое отображение назвать в смысле типовое название это проект проекция это что такое то есть забывание третий координат а здесь забыто сразу так вот утверждение которое я сообщаю вам это непрерывное отображение опять во всех точках непрерывное непрерывное по определению как бы нам его значит охватить значит ну потому что если вы взяли какую-то точку а и хотите понять есть ли непрерывность в точке а то это значит вы обсуждаете ситуацию x у вас стремится к х а вы хотите вычислять при этом f от x нашу проекцию и проверять правда ли что у нас стремится к f от а ну давайте поймем что такое расстояние от f от x до f от а значит расстояние к f от x до f от а да у нас вопрос о том верно ли что f от x стремится к f от а эквивалентен вопросу верно ли что расстояние от f от x до f от а стремится к нулю это как бы синонимы определение предела значит давайте изучим расстояние как вычитывается расстояние между точками от x до f от а но в конце как действует отображение мы понимаем оно бер었 вектор x x это вектор вku он оставляет только k координат оно берет точку а тоже вектор и in k то есть расстояние от x до f от а это просто расстояние на самом деле между точками вот первая точка в координатах это x1 и так далее, xk вторая точка это а1 и так далее, а к ее координаты я пользуюсь стандартным обозначением, что если я букву использую то вот как делаю не индексы, а координаты с отущей вверх, да, и это расстояние оно совершенно тривиально считается это же мы можем в рм, в рм их фиксируем, мы зафиксировали точку зрения, что в рм мы используем эвклидовое расстояние если это будет в какой-нибудь момент не так, я обязательно об этом предупрежу значит, тогда получается что это просто на такой квадратный и соответствующий суммы ну у меня верхний индекс не лезет, я тогда напишу, что и меняется единица в руках сумма квадратов x и t саид f квадратов ну а эта величина, она не превосходит корня квадратного из корня из суммы, где присутствуют все m координаты значит сумма такая же, но не меняется в диапазоне от единицы до m ну а это вроде как в чистом виде расстояние от x до a то есть получается, что если я вычисляю расстояние от f от x до f от a у меня получается меньше либо равно, чем расстояние от x до a то есть если мне равно, что x стремится к a то тогда автоматически расстояние от x до a стремится к 0 и тогда расстояние от f от x до f от a тоже стремится к 0 ну и значит f от x стремится к f от a получается, что так немножко непривычно так вот подходить к пределам ну вроде как, да, мы проверили, что требуемое соотношение имеет место и давайте, так сказать тогда возьмем на вооружение присмотримся, что это мы такое тут использовали в этом рассуждении во-первых, это рассуждение это как бы такой вариант принципа двух городовых или значит следствие, которые из него следуют, да, мы как бы не отрицательное выражение оцениваем сверху выражением, которое ну впрямую определяет наш предел и который, очевидно, стремится к нулю и тогда тем самым тут то, что мы оцениваем тоже стремится к нулю, да это как бы вариант принципа как бы, потому что все-таки это речь идет об изображениях в РМ принцип двух городовых это про вещественно-значные функции значит, но все равно это родственно так, это значит наблюдение номер один а с другой стороны давайте я еще одно наблюдение сделаю в этом ключевое, что мы установили про вот эту нашу функцию F что F это сжатие я в кавычках сжатие хотя в принципе это термин в каком смысле сжатие это отображение одного метрического пространства другое да, РМ в РК в данном случае очень сложное отображение которое уменьшает расстояние между точками ну в таком не строгом смысле делает их меньше либо равными да, расстояние между образами меньше либо равно расстояние между исходными точками то есть я про отображение воспринимаю здесь это отображение наивным способом были точки в пространстве X мы их пересадили в пространство Y следя за тем, кто куда пересел и вот уменьшает расстояние между точками это я апеллирую к этому факту значит, то что было в X между точками когда точки пересели в Y вдруг почему-то оказались они ближе друг к другу расстояние между точками ну тогда позволим все зафиксировать видимо тогда такую значит как бы мегу теорему такая получилась как бы теорема я зеленым цветом пишу вещь такую как бы необязательно она видимо состоит в том, что любое сжатие непрерывно в любой точке и доказательства базируются вдруг на этой черной последней черной формулы которая говорит что ну я считал гифклидовое расстояние в этом смысле фрагмент формулы с корнями квадратными следует просто выкинуть и заменить их на то что мы сразу поверили что расстояние между образами не превосходит расстояние между исходными точками любое сжатие как это сказать непрерывно в любом точке во всех точках непрерывно во всех точках непрерывно во всех точках да это вот ага хорошо смотрели такой забавный пример ладно значит пример лаган и выделить в розовом цвет проверьте себя значит да вот между прочим когда ты за мной дети в детском саднике задают загадки ну они там задают какой вопрос или может даже придумывают то совершенно не обязательно что так сказать человек задающий загадку обязательно услышит правильную ответ загадка загадка такая смотрите значит надо доказать что не существует это отображение F которое задано на отрезке 0.1 обычный милый хороший пушистый отрезок 0.1 просто отрезок вещественной оси отображение действует в ВПР но я сразу скажу каково множество значений этого отображения множество значений это отображение состоит из всего из двух точек из нуля из единицы ну а поскольку мы все-таки говоря про непрерывность хотим чтобы это чтобы отображение действовали между метрическими пространствами то я тут в конце оставляю намек что это две точки но я считаю что они лежат в R условно говоря то есть расстояние между ними равно единице пожалуйста пользуйтесь это такая метрика на двухточечном множестве так сказать убогое но тем не менее так вот загадка состоит в том что не существует отображение которое непрерывно во всех точках видите какая простая загадка для ее формулировки мне понадобилось всего лишь использовать числа 0 и 1 и какую-то логику которая в данном случае касается весьма запутанного понятия сложного но тем не менее отображения значит вот не требующего никаких так сказать вычислительных навыков и каких-то знаний так сказать школьных не существует в отображении запреска твоеточие множество которое является запрерывным так хорошо теперь давайте подытожим вот три последних примера они значит давали нам пример отображений и прерывность которых как ни странно ну или может быть наоборот даже описывалась просто в каждой точке из области определения okolade exception понимаете то есть во всех точках случалось отображения непрерывно в третьем розовая загадка так бы هي ни sotto но свойства это непрерывных сразу во всех точках области определения. Давайте примем, наконец, соглашение, которое позволит это свойство писать чуть-чуть, как бы это сказать, записывать покороче. Значит, будем говорить, что функция f действует, ну, или отображение f, да, действующая из x в y непрерывно. Ну, и теперь уже в качестве ответа на вопрос, где непрерывно, давайте указывать сразу целое множество непрерывно на x. Ну, если оно непрерывно в каждой точке, то на что x есть. 2x0 из x непрерывно в x0. Совершенно естественно. Ну, оно такое, видите, значит, на самом деле, как бы это сказать, требующее некоторого осмысления. Мы определяем непрерывность на множестве, как такую совокупность свойств. Для каждой точки, проверяйте, пожалуйста, индивидуально непрерывность в этой точке. И если вы это все проверили для каждой точки, то как бы вы получаете непрерывность на множестве. Ну, это на самом деле такое несколько тяжеловесное такое понимание. То есть, с одной стороны, вроде ничего сложного. Вот все три предыдущих примера, как бы эта точка на ура проходила, и ничего такого особенного восприятия того, что непрерывность изучается, как бы, в произвольной точке множества вроде бы нету. Но еще раз, этот факт, тем не менее, такой не сразу, так сказать, крепляется в сознании. Если вы обсуждаете непрерывное то его непрерывность это такая вот совокупность индивидуальных непрерывностей. Вы для каждой точки каким-то способом должны это непрерывность установить. Если это получилось, то вот итоговое отображение получается непрерывное. Ага. Ну, ладно, хорошо. Значит, кажется, надо сделать перерыв. Я, наверное, не буду выключать запись, потому что тогда будет два файла, а не один. А то, что сейчас запишется в перерыве, видимо, почти нулевого размера будет. Давайте, допустим, как-то вид на существующий перерыв. А, можно поставить на паулу. Где-то там, скажем, точно. Продолжаем. Так, ну хорошо, давайте, значит, быстренько обсудим свойства непрерывных отображений. На самом деле это какая-то ну, по многих отношениях совершенно простая и чисто такая ссылочная деятельность. мы просто должны сослаться на какие-нибудь свойства пределов. Значит, свойства непрерывных отображений. Существы открытых отображений. Ага. Ну, поехали. Давайте начнем с такого, что лежит на поверхности, очень легко наследуются, такие арифметические. Итого, значит, арифметические, то есть я собираюсь думать на тему, если есть непрерывное отображение, я, допустим, еще одно непрерывное отображение, я их складываю, то не будет ли сумма непрерывной. Так, чтобы такие вещи выполнять, нужно, чтобы все-таки это были отображения никуда попало, а в линейное пространство. А чтобы говорить про непрерывность, нужно там несколько, таким образом, все-таки в нормированное пространство. Итого, значит, ну, допустим, теорема, так, один у меня это номер, что свойства, ну, давайте, ладно, теорема такая, теорема А. Значит, пусть имеются два отображения F и G. Действует из множества D, лежащего в X. И X это метрическое пространство. Природа X нам не важна. А принимают они значения в Y, а Y это нормированное пространство. Так, и, допустим, вот выполнен контекст, позволяющий говорить про непрерывность. Непрерывность это индивидуальное свойство для каждой точки. Если мне хочется, чтобы была непрерывность на X, то я должен разбираться с каждой точкой в отдельности. Поэтому теорему, которую я сейчас формулирую, я формулирую для отдельных точек. Значит, берем точку X0 из области определения. Допустим, известно, что F и G непрерывны в X0. Давайте еще сразу запасем скалярную функцию Л. Да? Тоже из множества D, но она уже R. Ну, или на всякий случай напишем в лице. Это если Y это линейное пространство над C. Если Y комплексное линейное пространство. Ну, впрочем, вы знаете, комплексное линейное пространство так все-таки не говорят. Зафиксировалась терминология пространства над каким полем скаляров, поэтому, если я хочу сказать, что Y комплексное линейное пространство, то говорят над C. И это связано не с тем, что как-то какое-то некорректное сочетание слов комплексного линейного пространства, а с тем, что просто, как ни странно, бывает ситуация, что вы рассматриваете комплексную, например, даже плоскость, просто комплексную плоскость, c, но почему-то вы ее рассматриваете как двумерное линейное пространство. Захотелось вам двумерное линейное вещественное пространство. То есть почему бы? Ну и тогда возникают какие-то, значит, проблемы. Что же это все-таки? Как же это комплексная плоскость, если вы временно забыли про умножение на комплексные числа, а допускаете умножение только, так сказать, на скаляр, то есть на вещественные числа. Ну, в общем, ладно, чтобы с этим не путаться, вот, но тут пока я разочек написал. Да, так вот, значит, пусть эти все упомянутые функции непрерывные в точке x0 и утверждается, что тогда то, что получается непосредственно вот этими нашими стандартными линейными операциями f плюс g, ну и, пожалуйста, для желающих минус, лямбда f ну, а также, раз в теореме о пределах это было, почему бы и здесь не упомянуть, норма f вот это все непрерывные функции в точке x0. Это функции, да, их во всех точках, на что d можно вычислять вот эти выражения, получаются функции на d, ну, вот они непрерывны в точке x0. Это вариант теоремы. Ну, надо сказать, что мне просто ее достаточно формулировать, потому что доказывать-то тут нечего. Просто утверждение состоит в том, что предел этих упомянутых функций должен существовать и быть равен чему-то там. Ну, вот, если существует предел f, предел g равен, соответственно, там f от x0, g от x0, то предел суммы существует и равен сумме пределов, и этот факт и состоит в том, что f плюс g непрерывно в точке x0. То есть, эти утверждения, это сразу следует из теоремы о свойствах пределов, я даже как-то не понимаю, что мне тут, так сказать, доказывать. Прекрасно. Значит, давайте тогда еще один вариант от детеоремы, вариант b. Это вариант на тему, когда мы еще и делить можем, а делить мы можем в веществном случае. Значит, пусть теперь y это r. Итого, значит, есть отображение d в g, g, которое не отображение функции. Действует из множества d в x, а и значение v. по-прежнему, x0 это точка sd. И fg непрерывно в точке x0. Ну, тогда я даже не знаю, то ли мне повторить предыдущую строчку, давайте я просто повторю, она же короткая получается. Тогда упомянутые выше функции f плюс минус g, fg. Лямб-то мы не стали писать, потому что здесь как бы можно функцию f на g умножать, не зачем еще треть выводить. Модуль f. Они непрерывны в точке x0. И касательно деления тоже надо сказать, да, значит, давайте скажем, значит, если g от x0 не равно n, то тогда f делить на g тоже непрерывно в точке x0. Вот. Хорошо. Значит, это такая теорема. Значит, ну, давайте для полноты картины все-таки напишем слово доказательство и, значит, как доказывается эта теорема. Если x0 изолированная точка, то тут все тривиально. Утверждение тривиально. Изолированная точка, изолированная точка после того, как рассмотрели f плюс g, она для функции f плюс g все равно остается изолированной точкой области определения. Область определения не меняется в наших вот этих вот операциях, кроме деления. Но если в точке x0 в изолированной g не равно нулю, то все в порядке. Для функции f делить на g x0 полноценная точка области определения, причем тоже изолированная, и все. И в ней мы считаем функцию непрерывной. Так что вариант номер один это оговорка на случай изолированной точки. Ну а если эта точка не изолированная, предельная точка d, то есть она лежит в d, что не мешает рассматривать вопрос, является ли она предельной точкой d. Ну вот если она предельная точка d, как вариант, если она сильно изолированности, это сразу следует из свойств предела. Утверждение следует из свойств предела. В частности, давайте припомним по поводу самого последнего утверждения с делением. Все, доказательство закончено. Но тем не менее, такой комментарий, да? f делить на g. Для f делить, для функции f делить на g мы поступаем таким способом. Существует окрестность точки x0 такая, что g от x не равно 0 в этой окрестности. Это называется теорема стабилизации знака. Поехали. Раз предел не равен нулю, в вещественных выражениях значит положительное и отрицательное, значит на самом деле знак стабилизации. Существует окрестность, в которой функция принимает значение того же знака. Ну, в данном случае я могу даже и говорить про знак, и тогда я использую просто вариант общего утверждения, которое тоже называли теорема стабилизации знака, хотя и применяли почему-то для отображения в метрической образовании. Так вот, оно не равно нулю в этой окрестности. Ну, и тогда, как делить на g, естественным образом определено на, как минимум на пересечении, d пересечь в этой окрестности. Ну, и все в порядке. И поскольку, значит, точка x0 была предельной, то для вот этой новой области определения x0 тоже предельная, и вы можете теперь рассматривать пределы в делить на g 3x3,7x0, и в этой области у вас cg не обращается в 0, поэтому, так сказать, по теореме области физических свойствах предела, и в делить на g имеет пределы как-то делить на g. То есть, вот, все, все кончится хорошо, предел существует и равен тому, чему мы ожидаем, это и есть, так сказать, наша непрерывность. Так, хорошо. Замечание. Мы разобрались с индивидуальными точками. Ну, и тогда такое же утверждение с теми же свойствами мы можем декларировать для понятия непрерывной функции нам нечто. Значит, аналогичное утверждение. верно для свойства функции непрерывной на множестве d. Аналогичная теорема. Верно. А. f и g. Лямбда, непрерывных на множестве d. Просто непрерывность в точках множества d это непрерывность в каждой точке x0. В каждой точке x0 у нас все разъяснено. Значит, вот есть непрерывность. В частности, давайте все-таки еще раз на деление посмотрим. Значит, если вы хотите изучать частные двух функций f делить на g, индивидуальная теорема про точку x0 говорит, что g от x0 должна быть равна 0. Поэтому, если вы хотите изучать непрерывность функции f делить на g на множестве d, вы должны в частности f делить на g непрерывно по множеству тех x, которые лежат в точке d, в области d, и для которых f от x не равна 0. g от x не равна 0. Это как бы следует из нашей теоремы отделения. Из теоремы b. Как только вы имеете точку x, которая значение не равна 0, вы можете ее взять в качестве точки x0 и сработать теорема b, и тогда там есть непрерывность. А если вас угораздит взять точку x, в которой g от x равно 0, то у вас проблемы с определением, чем ровно частное f делить на g. Таким образом, я зафиксирую этот результат. f делить на g в этой теореме, если f и g непрерывны, как по-моему, скажем, если f и g непрерывны, то мы получаем, что частное f делить на g тоже непрерывно на своей естественной области определения. Как делить частное? f делить на 0. Запретить возможность деления на 0. Значит, если вы запрещаете возможность, то есть говорите, там, где 0 в знаменателе, мы не работаем, то получается, что вы по какие-то точки выкидываете там, где же равно 0. Это, естественно, так всегда и поступает. Так вот, во всех оставшихся точках получается, что непрерывность сохраняется. Ну, и вот, значит, тем самым, всюду, где мы умеем без всяких проблем определять функцию f делить на g, всюду мы тут же получаем, что она непрерывна. f делить на g непрерывно на своей естественной области определения. Хорошо. Это вот у нас получается такой вот букет арифметических свойств. Замечательно. Ну, и судя по тому, как это у нас, значит, произошло с наблюдением за арифметических свойствами, видимо, таким же способом мы победим и кучу других свойств предела. Значит, что у нас еще есть из такого, значит, из наших знаний? Значит, ну, нет повода применять всякие теоремы о неравенствах, потому что это теорема существования пределов, а как бы, что вы хотите неравенствах, если вы предельный переход делаете, то и делаете, тогда как бы дополнительно просто сохраняется знание, что за непрерывной функцией вы знаете там, что если экстрементская экспорт, то вы знаете, чем и предел равен, но вот теорема неравенствах переписывать, так сказать, повода нету. Вот, на всякий случай, давайте вот отдельно, но это уже, кажется, у нас прозвучало, вот в скобочках в середине, когда я думал про стабилизацию знака, но, видимо, может быть, стоит отдельно еще раз формулировать, значит, стабилизация знака, и тогда вот эта скобочка, она, стрелочку я поставил, она обоснована с помощью стабилизации знака, значит, стабилизация, значит, принцип стабилизации знака, принцип стабилизации знака, если у нас имеется функция f, неважно, где задано, принимает значение v, она непрерывна, давайте пока говорить про отдельную точку с 0, и пусть в этой точке значение негативия, тогда некоторая окрестность этой точки значения функции тоже не нулевые, более того, имеют тот знак, который имеет f от x0, так как бы это записать, существует окрестность точки x0, которой, значит, если вы берете f, сжигаете на эту окрестность, и берете знак, ну, я тесно контекст взял, у меня, видите, без буквы и указался знак, то тогда получается знак такой же, как у f от x0. Вот так. Все, доказывать нечего. Мы знаем, что предел f при x3 с x0 равен fx0 и готово. а на случай, когда x0 изолированная точка, тут совершенно тривиально, что изолированная точка, значит, окружаем ее прессу, до других точек у нас в этой нету, и тогда сужение состоит просто из функции, заданной на бизнесной точке. Очень интересно. Так. Кажется, преодолели мы эту возможность, и тогда давайте еще следующий сюжет обсудим. Вот это что-то новенькое. Такого у нас не было. Не было, потому что здесь есть некий подвох, и, в принципе, при обсуждении свойств предела надо было бы это обсудить, но мы этого отложили. Значит, я хочу поговорить о непрерывности композиции, ну и, в частности, поговорить о вычислении пределов, как вычитать пределы FG от X. Казалось бы, ну а что такого-то? Да, ничего особенного, но, тем не менее, нюансы какие-то имеются. Хорошо, давайте начнем сразу с теоремы. Какая теорема? Ну, в этом смысле теорема, которая не относится к цитированию свойств предела, да, то есть это что-то новенькое. Я ее аккуратнее запишу. Видите, предыдущие пунктики, арифметические свойств стабилизации знака, я даже как теорему в общем-то не написал, хотя, в принципе, можно было бы. А вот это точно теорема. Итого, я хочу написать, посмотреть две функции, по отношению к которым я могу рассматривать композицию f от g от x и думать на тему, что если функция непрерывная, то будет ли непрерывная композиция. Поехали, значит, пусть функция f задана, как она всегда была. Это общиметрическая теорема, соответственно, все действует в общем контексте. из x в некий y действует f, соответственно, g действует с чего-то, что лежит в y, какого-то, кажется, e, которое лежит в y, и действует оно куда-то там еще, маленький, либо z. Значит, x, y метрические пространства. Никаких ограничений. Слово полнота у нас один раз как ограничение метрического пространства появилось, но здесь не тот контекст, это ни при чем. значит, это тоже все метрические пространства. Ну, чтобы была возможность считать композицию, нужно, чтобы, когда вы вычислили f от x, ну, чтобы оно попало в обосновление g. Значит, давайте потребуем, что образ множества d вяжет в e. Так, правильно. Ну, собственно, и все. Значит, давайте теперь закажем свойства непрерывности. Значит, x0 это точка из 2. f непрерывно в точке x0, а g, пусть g будет непрерывно соответственно в точке f от x0. я пропускаю предлоги, потому что, когда я сокращаю, да еще и предлоги оставить, вообще будет какой-то запись такая из одних двух. Все, мы сказали. Значит, я написал вам две функции, у которых корректно определяна композиция g от f от x. я потребовал свойства непрерывности точки x0 и свойства непрерывности g в образе точки x0 и f от x0. Все, тогда совершенно волшебная теорема, она говорит о том, что композиция, ну, я ее обозначал g в точке f, непрерывная функция, непрерывное отображение, непрерывная она в точке x0. Да, оказательно. Доказательства погейные будем. Конечно, как еще у нас для этого всегда есть. Погейные. Почему, конечно? Значит, у нас это утверждение, я не могу сослаться на соответствующее свойство пределов отображения, потому что такого свойства для отображения мы не рассматривали, но, тем не менее, за которым стоит некое утверждение о том, что некий предел чему-то равен. мы должны проверить, что предел при x стремящемся к x0, надо бы еще по дороге проверить его существование, но, в принципе, значит, предел g от f от x это выражение вроде как в пределе должно давать g от f от x0. Ну, так, давайте изучать этот предел по гейне. В частности, мы, обнаружив, что он считается с помощью определения гейна, тут же заодно установим факт его существования. Прекрасно как это сделать. Берем любую последовательность xn с теми свойствами, которые требуют гейна. Значит, xn стремится к x0, xn принадлежит d. В данном случае я выясняю факт существования предела, и я могу просто, значит, с самого начала изучать ситуацию, когда x0 не является изолированной точкой, а тросит этот случай, значит, куда-нибудь надо его будет записать. Значит, давайте забывшим это сказать синим цветом. Напишу, если x0 изолированная точка, то все тривиально, потому что когда вы берете окрестность точки x0, вы всегда можете ее так выбрать изолированная точка область определения, да, множество d. Это утверждение тривиальное. Потому что всегда можно выбрать такой окрест точки, что множество d в этой окрестности содержит единственную точку, эту точку x0, и тогда никаких пределов писать не надо, и все. Значит, мы разбираем случаи неизолированной точки, я тогда могу заказать такую вещь. Взять последовательность x0, принимающую значение d. Могу писать здесь, что xn, в принципе, я же проверяюсь в что-нибудь пределы, я бы мог написать, что xn не равно x0, но на самом деле мне это тут не надо. Давайте я так вроде набросал почти таким размазанным, почти невидимым способом, что xn равно x0, но это не сыграет, потому что значит из того, что функция непрерывно, функция f непрерывно, мы получаем, что отсюда следует, что f от xn стремится как f от x0 и при этом f от xn лежит в множестве значений в е, в том множестве, где определено значение. Давайте это f от xn, чтобы было так сказать, легче воспринимать, обозначим yn про него у нас заявлено две вещи, что у нас стремится к f от x0, что у нас стремится к е. Вот уже утверждать, что yn не равно f от x0 я не могу, к сожалению, потому что не знаю, почему. Может быть отражение f не инъективно, может быть точку x0 она куда-то отправляет, но и близкие точки она может быть туда же отправляет. Поэтому вот на самом деле моя идея здесь использовать вот эти дополнительные требования про то, что что-то чему-то не равно не требуется. так я и тем не менее не требуется. Значит, первое следствие было следствием того, что f непрерывно. Это я применил определение гейных непрерывности отображения f. А следующее следствие я тогда применяю используя то, что g непрерывно. Значит, есть отображение g, есть некоторая последовательность y, стремящаяся к f от x0, а эти точки из множества е, значит, по непрерывности я должен сделать вывод, что g от y стремится к f от x0, к g от дь, чтобы п от x0, c e, и, 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 Ну, кажется, все. Мы сказали, что взяли любую совершенно последовательность с теми свойствами, ну, вот с двумя, которые требуются в момент проверки непрерывности. Получили новую последствию крик-кен. Для нее тоже что-то такое выполняется. Ну и все, получили. Так, хорошо. Давайте рассмотрим пример на всякий случай. Это пример, может быть, это не пример, а скорее, может быть, антипример. Но, тем не менее, вот я рассматриваю две функции. Значит, f и g, они действуют в естественном смысле. Из r в r. То есть, никаких проблем со всякими областями определения можем, так сказать, там на эту тему не беспокоиться. формулы очень простые, совершенно явные. f от x, как уже изученная нами функция, x на синус 1x. И то, что я ее считаю действующей из r в, означает, что я в нуле, я как бы понимаю, что она равна нуля, она равна нулю. А g от x, тоже простецкая функция, тоже нами изученная, так сказать, я ее рисовал на предыдущей странице. Это знак x. Единственная деталька, я эту функцию так вообще утрированную вообще сделаю. Это вот такая функция, модуль знака x. То есть, что это такое, на всякий случай, что здесь напишем, чтобы глаза, так сказать, поверили. Ну, да, это функция, у которой всего два значения. Это единица более-менее при всех x, кроме нуля, и 0 в нуле. Ага, хорошо. Так, теперь, что мы видим, значит, в этой ситуации? Мы видим, что f от x стремится к нулю, при x стремящемся к нулю. Да, ну, на всякий случай. Про f от x мы знаем, что функция f от x непрерывна. Ну, я это разглядывал, опять же, картинку рисовал, я понимаю, что f от x непрерывна. Вот. Про функцию g от x я, наоборот, понимаю, что она не непрерывна. В этом смысле пример не соответствует условию теоремы, которую я только что заказывал. Там у меня композиция непрерывных отображений, а здесь вот такая вот, ну, почти непрерывная функция g с единственной точечкой, да и то этот разрыв, как мы знаем, устранимый, да. Если бы вот этот нолик заменить на единицу, то все будет. Так, хорошо, значит, и того, значит, что мы по поводу функции g от x знаем? Мы знаем, что g от x стремится к нулю, при x стремящемся к нулю, извините, g от x стремится к единице. Так, хорошо. А что мы можем сказать про композицию g, композиция f стремится ли куда-нибудь при x стремящемся к нулю? Значит, по смыслу, если, так сказать, проводить аналогию и, так сказать, сравнение с предыдущей теоремой, то вот первый нолик, который, значит, вот я пишу таким бледно-фиолетным цветом, значит, вот как бы x ноликом, это вот куда мы устремляем x от x ноликом. Первый ноль – это x ноликом. Ноль – это как бы f от x ноликом. Ну, потому что мы же знаем, что функция f непрерывно, правильно? И, соответственно, во втором выражении ноль, который указывается, что x стремится к нулю, это как бы вот то самое f от x ноликом. Вот в свете такой интерпретации, ну, кажется, очень понятно. f от x непрерывно к нулю, потому что мы это изучали, вот f от x непрерывно к нулю, потому что я, вообще-то, ее должен задавать при x неравном нулю, и формально там точка разрыва. Но это разрыв устранимый, мы это нарисовали в нижней части картинки, вот я показываю страничку, и, соответственно, я доопределяю f с нулем, может быть, это стоит написать, на всякий случай, что там. Значит, выписываю строку, сверху в пустое место есть, я напишу, считаем, что f от нуля равенную же. С этой точкой зрения она получается непрерывно. Да, так, значит, получается, что вроде как, когда я вычисляю g от f от x, у меня все совершенно, казалось бы, тривиально. Значит, x стремится к нулю, f от x, как написано строчкой выше, приближается к значению f от x ноль тоже к нулю, а когда у функции g что-то там приближается к нулю, то g от этого дела должна приближаться к единице. Но, оказывается, нет. Это как бы правда, но это не совсем правда. Давайте уточним, а что же это такое g от f от x? Давайте просто напишем, какой формулы она задается. Мы же можем предсказать, тут же все очень просто. Функция g от f от x, в принципе, может принимать только два значения. Единица и ноль, потому что g принимает только два значения. Давайте поймем, значит, в каком случае g единица, а в каком случае ноль. Ну, ноль, функция g от f от x будет принимать значение ноль в том случае, если f от x равно нулю. А f от x равно нулю, значит, опять возвращаясь на предыдущую иллюстрацию нашу, значит, вот график f от x, вот спрашивается, в каких точках график обращается в ноль. Ответ, а вот мы выше, когда изучали функцию синус одной иксовой, мы изучили эти точки. Это точки вида единицы на пиках. Мы даже писали, что функция на самом деле в них равна нулю, да, и все такое. Значит, в точках единицы на пика синус превратится в ноль, и поэтому f там равна нулю. А в остальных точках синус не будет нуленно. И, значит, соответственно, f не равна нулю. Ну, еще променуля, да? Ну, хорошо. Поехали. Значит, итого я должен писать, что ноль это будет в точках x равно единице на пиках. Ну, давайте я не буду тут это писать, что это при целых k, да, или при натуральных k. Либо x равно нулю еще, да. При x равном нулю f от x тоже равно нулю, мы это специально вот зеленая оговорочка сделаем. Либо x равно нулю. Значит, нулевое значение будет вот в этих точках, а единичное это иначе. Так, немножко нелогично, да? Надо бы строчки менять местами. То есть, основной случай это единица. Но вот когда он не выполняется? Только для вот этой последовательности. Единицы на пиках, ну или серии, потому что k здесь скорее и натуральному, и вообще отрицательным целым тоже. Значит, точки в единице пиках и 0, x равном нулю дают на нулевое значение же от f от x и единица и иначе. И тогда, извините, что же это мы видим? Мы видим катастрофу. Мы видим, что не существует предела при x, тремящемся к 0, g от f от x. Как мы это видим? Как и раньше. Как вот и в случае с первым нашим примером, когда была синус 1 и x. По гейне мы не видим. При x катом и до единицы на пиках мы обнаруживаем, что g от f от x катого это тождественное 0. То есть, это выражение при всех k это 0. И тем самым это выражение как последовательность нулевых значений стремится к нулю. А для других x катых это выражение, собственно, с самого начала казалось, что же от x стремится к единице. Для последовательности x катого другого вида, там, я не знаю, x катого равна единице на k, если вы берете x катого вида единицы на k, то ввиду того, что пи, кажется, число не является национальным, выражение 1 катого не совпадает ни с каким выражением единицы на пи. Скажем так, 1 нт никогда не равно 1 пи катому. Значит, у пи было национально. И вы получаете, что для этого g от f от x катого будет стремиться к такому. Ой. Ну, да. Это x катые. Это просто тождественная единица при всех k в этой последовательности и тем самым это стремится к единице. Все. Значит, получается по такой странной пример. Подождите, это не может быть. Как же так? Вот смотрите, логика, которую я использовал в прикидке, значит, почему у нас g от f стремится к единице. Она же совершенно железобетонная. Мы вычисляем g от f от x. Когда x бежит к нулю, f от x приближается к нулю. Это называется свойство функции. Тогда f от x бежит к нулю. f от x приближается к единице. Как нам так удалось, что предел не равен единице, нашлась целая последовательность, вдоль которой предел не нулевый. Как это вообще? Откуда она взялась? Ответ. Вот, как ни странно, в этом месте у нас сработала вот эта самая точечка, которую мы рисовали в определении пределов проколотой окрестности. Мы всегда говорили, что предел при x тремя, x0 не зависит от того, как ведет себя функция в точке x0. Что в определении предела, когда мы там неравенство, пишем расстояние от f от x, до f от x0, меньше ε, мы берем всегда и x не равен x0. Вот это мы всегда говорили. Сегодня мы от этой точки зрения на секундочку отказались, когда были непрерывные функции, мы отказались, когда стали рассматривать непрерывные функции, там это как бы не нужно. Но здесь наша функция z от x не непрерывная. Она не непрерывная. И в этом смысле получается, что логика, такое вот рассуждение, говорящая, что когда x приближается к нулю, z от x приближается к единице, в целом это верно. Казалось бы, утверждение. Так мы себе эти пределы и понимаем. Но оно ломается в том смысле, что если x приближаясь к нулю, может принимать нулевые значения, то же от x как раз в этих точках будет далеко от единицы. Вот в чем дело. Мы когда говорим приближаясь к нулю, до сих пор в этих интуитивных словах x приближается к нулю, мы считали, что мы как к предельной точке приближаемся, бежим по нашему множеству d, не наступая на точку а, сами движемся в сторону точки а. x приближается к а. Вот так. А в этой теореме, в этом примере, оказывается такая досадная неприятность. f от x приближается к нулю, но при этом ухитряется все время этот ноль тоже в каких-то точках принимать в качестве значения. И вот эти точки, где f от x оказывается имеет нулевые значения, они портят нам предельное проведение g от x. Вот видите, испортили нам предел, те точки, где функция g равна нулю, то есть далеко от своего предельного значения. Курьёс состоит в том, что это сама точка ноль, то есть двигаясь к нулю, мы все время наблюдаем единицу. В самом нуле мы наблюдаем в этой функции значение ноль. Это как бы непорядок, но мы знаем, этот непорядок называется словом разрыв. Так вот этот разрыв ухитряется подхватить функцию g от f от x. Потому что когда то, что мы подставили в g, выражение f от x, начинает двигаться в сторону нуля, оно движется в сторону нуля, все время наступая на этот ноль. При некоторых иксах, вот при этих единиц на пиках, f от x оказывается равно нулю, при этом g от f от x оказывается далеко от того, что предписывает предел. Вот такая вот странная история. Ну вот. Ну так, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Теперь я, значит, благодаря этому могу сформулировать вполне полноценную теорему, которая говорит, как же себя ведет предел композиции и выражений. Значит, у меня не было до сих пор теоремы о пределе композиции. Поехали, давайте ее сформулирую. Значит, это недостающая теорема из предыдущего параграфа. Значит, теорема о пределе композиции Ну, снова создаю контекст, который позволяет мне говорить о композиции. Собственно, то, что у нас, так сказать, было только что сделано. Значит, и того, пусть есть отображение f. Это опять общиметрическая теорема. Значит, действует из множества d в x, и то, и другое электрическое пространство. МСЖ действует дальше из Y, точнее, из некоторого, что и е, дежащего в Y. Вперед, кто-то там пространство z, то же электрическое пространство. Значит, f от d сидит в е. Значит, что нам еще дано? Давайте перечислять, чтобы было очевидно, что мы... Вообще-то, мы должны говорить, что существует предел f, первое сведение, второе существует предел g, ну, и тогда существует предел g. В общем, не хотелось бы такую теорему. Я, правда, только что ее проверил, но, тем не менее, я тут веду поправочку. И вот, значит, первое, что нам известно, что а это предельная точка d, и мы можем говорить, о пределе f от x при x стремящемся к, да? Пусть f от x при x стремящемся к иметься к выражению a большое. Так. Второе утверждение. Значит, ну, ладно. Вот это a большое, оно лежит в множестве e. f от x лежит в множестве e. А вот a может и не лежать. Так вот, давайте скажем, а большое, пусть оно предельная точка в множестве e. то есть в этом смысле мы можем говорить о пределах отображения g. Ну, давайте такую букву используем g от y стремится при y стремящем к а большому. Это корректное, так сказать, слава благодаря тому, что а большая предельная точка стремится к чему-нибудь b. Значит, вот только этого мне недостаточно для того, чтобы говорить, что g от f к чему-то стремится. Это вот только что разобранный пример был этому посвящен. Поэтому третье, это значит, вот такое спецсвойство, которое все-таки позволит мне такой вывод сделать. Свойство следующее. Значит, что нам там мешало еще разок в предыдущей теореме? В предыдущей теореме мешало такое обстоятельство. f от x приближается к нулю, но все время попадает в этот ноль. Из-за чего значение g в таких точках оказывается далеки от того, что нужно иметь в пределе. Ага, так вот это мы и запретим. Значит, мы запретим. Мы скажем такую вещь, что существует окрестность точки а маленькая, для которой выполняется, что f от x не равно а в этой окрестности. Ну, я видите один квантерс метал, да, для любого x-айза этой окрестности. Ну, когда речь идет о равенстве, вот это как бы, или о уравнении каких-то. Вот, совершенно прозрачное предыдущие. Значит, вот мы заказали существование такой окрестности, для которой f от x не принимает значение, равное а в этой окрестности. Наверное, мне так кажется, саму-то точку а маленькая можно разрешить, да. Значит, давайте пока я сейчас аккуратно искаю. Значит, в этой окрестности я заменю на 3. 3. 3. x. Веркащих. А. Так вот, что-то мне подсказывает, что точечку тут можно поставить. Ну, и формально пересечь с d, да. Мы будем, значит, обсуждать сейчас то, что декларирует специариум. Она говорит, что тогда в этой ситуации g-композиция f стремится в 3x, стремящемся к а маленькую. Ну, то есть мы будем доказывать, что существует некий предел. Но при доказательстве этого предела нам и в голову не придет подставлять для проверки x равное а. Поэтому, как бы, в пункте 3 точку а маленькая можно смело выделить. Вот такая вот вещь. Ага. Ну, давайте докажем доказательство. Ну, собственно, а что тут делать? На самом деле я просто повторю доказательство предыдущей теоремы. Доказательство предыдущей теоремы, кроме этого оговорок, про изолированную точку, состояло в том, что давайте предел вычитать по гейне. Но только вот в предыдущей теореме я в определении гейна брал только два свойства последовательности, xn. Потому что непрерывность как-то, так сказать, разрешила нам на третье свойство не смотреть. А здесь я буду все три. Поехали. По гейне. Значит, для любой последовательности xn берем любую последовательность xn и пытаемся, значит, размышлять о последнем пределе позиции gf в стерпенах этого. То есть выбираем последовательность стремящейся к точке а маленькая, принимающую значение в множестве d и е наступающая на эту точку а маленькая. Для такой последовательности мы, так сказать, можем сделать какой вывод. Ну, как сказано, что f стремится к а большому. Значит, должно выполняться, что f от xn стремится к а большому. Ну, в прошлой серии я в предыдущем рассуждении обозначал эту штуку у, ну, давайте уж как-нибудь мысленно это сделаем. Значит, f от xn, оно у нас вообще, в каком множестве сидит? Сказано, что образ множества d лежит в е, значит, f от xn заведомо лежит в точке е. А кроме того, значит, xn у нас вообще тождество не равно a, а f от xn. А f от xn, ну, вы знаете, она может быть равна a, потому что всегда же может быть, значит, если отображение f не инъективно, значит, если, да даже не обязательно, если в каком-то, в какой-то точке отображение f принимает значение a большое, то почему бы не взять x1, вот равный той самой точке, и f от x1 окажется равно a большому. Но, тем не менее, нет. Я хочу сказать, что все-таки типичное утверждение, что f от xn не равно a большому при больших n. Что эта фраза означает? Давайте ее расшифруем. Ну, я ее расшифрую, так сказать, пошире. Ну, как же, значит, для окрестности, для, это такой квантер, для любого, да, для окрестности u от a существует номер, что при n больше этого номера, xn попадает в эту окрестность. Это я написал определение, что xn стремится к a. И раз xn попадает в эту окрестность, то мы можем сделать вывод, что f от xn как раз-таки в этой точке не равно a большому, потому что в окрестности u значения функции f не равны, когда не равны a большому. Интересно, а что я что-то из пункта, да? Я точечку поставил, а теперь, сейчас, не равны a большому. Значит, когда вы берете x, прокул этой окрестности, то гарантируется, что f от xn не равно большому, а с другой стороны, если вас угораздит взять xn равное a, то это гарантируется предыдущим, так сказать, требованием последовательности xn. xn не вообще не равно, а никогда не. Так что, вот это следствие, оно, так сказать, опирается на две вещи. Давайте я поставлю, так сказать, допустим, кляксу рыженью. Значит, xn опирается вот на то, что я тут подчеркиваю рыженьким цветом, и то, что вот здесь подчеркивается рыженьким цветом. Значит, вот это следствие. С рыжей кляксой оно использует ссылку на два, на две вещи. Значит, если известно, что если x берут здесь прокул этой окрестности, то f от x не равно a, и поэтому раз xn в окрестности не так, а кроме того, еще известно, что саму точку xn равную a, а тут вам никто по-маленькому, никто не позволит вам взять, поэтому, короче, вот все сделано. Значит, то, что при больших n выполняется, это не равенство f от xn не равно, а большому, говорит о том, что вот эту последовательность f от xn t можно применять для того, чтобы тестировать на ней определение гейна для второго предельного перехода, когда y премицы b. Ну и все. И отсюда я делаю вывод, что же от f от xn премицы b. Наверное, как-то следствие, я не знаю, как ставить. Ну, вот как-то это вот, это же все вместе эти свойства, да, они, так сказать, едином образом. Значит, из этого всего следует вот эта совокупность свойств, а из этой совокупности свойств следует вот так. Ага. То все получилось. Давайте в качестве такой загадки, если угодно, упражнение. Такое упражнение. Получается так. Общий факт, вот такая теорема, упрощенная теорема о пределе композиции, состоящая только из того, что даны пункты 1 и 2, но не дан пункт 3. Значит, общая теорема о пределе композиции такая неверна. Значит, чтобы сделать верное утверждение, нам пришлось добавить утверждение 3. Вопрос. А что еще можно добавить? То можно потребовать взамен утверждения 3. Проявить изобретательность. Значит, вот я потребовал некое свойство функции f. Хорошо, потребовал. То есть, если оно выполнено, то сработало доказательство погибли. А нельзя ли что-нибудь другое потребовать? Например, вместо свойства функции f потребовать какое-нибудь свойство функции g. Ведь если g, ну какая-то совсем простецкая функция, ну я так помечтаю немножко, вряд ли такая ценная теорема была бы. Но если g просто константа, то, конечно же, от f будет стремиться куда надо. Потому что, как бы, ничего кроме этой константы, вот, собственно, эта константа будет равна b большому, не может возникнуть. Но это какая-то такая тривиальность. Но, может быть, все-таки можно, так сказать, как-нибудь, все-таки напрячься и сформулировать, что вот вместо 3 дано какое-то свойство отображения g, и тогда прилетит еще какой-то вариант теоремы определить, композицию будем иметь. Но я не буду разрабатывать эту точку зрения. Хорошо. Давайте я еще сформулирую теперь такое замечательное замечание. Оно состоит в следующем. Значит, если у нас f действует откуда-то, неважно откуда, из какого-то x. fm Это еще одна, так сказать, теорема, которую мы с вами знаем про последовательности. Мы ее не обсуждали в контексте пределов, но вот я хочу ее в ракту упомянуть. Значит, x0 это точка xd. Тогда. Значит, давайте еще разок. f действует в rm. Значит, если я вычисляю, давайте так, обозначение, что даже внесем, f в какой-то точке x маленькая, то у меня получается некий вектор из rm, и я его буду описывать с помощью координатных функций. Я получаю некий вектор f от x, который имеет m координат, и давайте по отдельности его координаты выпишем. Первый координат называется f1 от x, вторая координата f2 от x и так далее, последняя координата fm от x. Это, мы с вами говорили, есть такие координатные функции, они нужны для того, чтобы описывать отображение, действующее в rm. Каждое отображение задается с помощью m координатных функций. Так вот, тогда утверждается, что f непрерывно в точке x0, в том и только том случае, если весь комплект функций f1 и так далее, fm, все они непрерывны в точке x0. Вот такое замечание. Тоже можете считать упражнение. Я, пожалуй, не буду это доказывать. Ничего не стоит. Это как-то, значит, легко делается. Тем более, это легко делается, что мы, например, обсуждая непрерывность функций f1, сразу понимаем, что эта функция f1 является композицией f и проекция. А проекцию мы с вами немножко обсудили уже раньше. Хорошо. Ну и такое уже даже замечание, я тоже не буду его записывать, уже такое совсем как бы тривиальное. Оно состоит в том, что, значит, в принципе, вот это мы и пишем, f действует из d в x, но для, так сказать, метрических пространств, если вы d имеете какое-то подпространство в метрическом пространстве, вы всегда можете думать, что d это, ну, в самом сфере рассматривается метрическое пространство. Вы выделили кусочек, да, и давайте будем его интерпретировать как подпространство. Метрику будем использовать так, которая на нем пришла из x. И в этом смысле, наверное, вот во многих случаях можно, значит, всегда все сужать на область определения и все утверждения про непрерывное отображение строить на их областях определения. То есть вот эта вот запись f действует из d лежащего в x и так далее, всегда можно будет убирать x, считая, что d это, в принципе, неплохое множество, на котором все прекрасно работает. Хорошо. Значит, мы обсудили первый слой, так сказать, функций, свойств непрерывных функций отображений. Теперь я хочу создать некий задел, который вам потребуется на практике. Значит, задел следующий. Давайте, значит, начнем с такого, значит, замечания. анонс, да, анонс. Он состоит в том, что я через некоторое время, ну, по крайней мере, может быть, не совсем про все функции, но проведу ревизию наших школьных знаний и выделю класс элементарных функций. Что такое элементарные функции? Ну, условно говоря, вы покупаете, загружаете инженерный калькулятор и, соответственно, те функции, которые нарисованы на кнопках, называются элементарными. Итого, давайте я их перечислю. Значит, какие элементарные функции бывают? Это функция константа, самая, казалось бы, звольная, да. Начнем с простого. Значит, функции вида x в степени a. Значит, я считаю, что x это аргумент. Всякие прочие буковки, которые тут мелькают, я не буду на этом сейчас останавливаться, это как бы вещественные параметры, они там, может быть, где-то разный смысл имеют. Значит, вот степенная функция. Показательная функция. Наверное, когда вы говорите про функцию a в степени x, не стоит брать a в отрицательном. Я вот не буду эти оговорки делать. Логарифм. Дальше тригенетические функции. Какие у нас, наверное, основные силы. Пожалуй, эти тангенс к тангенсу. Обратные тригенетические, да? Аркосинус. Аркосинус сводится к арксинусу. Значит, элементарные функции, значит, это функции из перечисленного списка. Давайте, это будет определение элементарной функции. Элементарные функции, значит, это функции указанного списка, а также функции, которые получаются из написанных с помощью конечного числа операций. А операция – это либо арифметическая операция, либо композиция. То есть я продолжаю расшифровку фразы, что такое элементарные функции. То есть это, во-первых, явно написанные, а также функции, которые получаются из написанных. Получаются из написанных в этом списке с помощью конечного числа арифметических операций и композиций. Получаются. числа арифметических операций и композиции. Ага, так вот, значит, это я начал фразу, я начал фразу со слова элементарные функции, расшифровал, что это значит. Условно говоря, элементарная функция – это функция, которую вы можете получить, если берете калькулятор, начинаете подряд сжать кнопки. В принципе, даже не гляньте. Так вот, продолжаю фразу. Значит, все эти функции, которые я сейчас упомяну, они являются непрерывными на своих естественных областях определения. Не прерываются. На своих областях определения. Ну, тангенс, мы же знаем, разрыв в нуле. Ну да, разрыв в нуле. Но мы, как бы, все-таки понимаем, что тангенс в нуле – нуль, так сказать, точка нележащей в области определения. А вот там, где он определен, он там в каждой точке непрерывается на своих областях определения. Значит, что это за утверждение? Тем самым я сформулировал. Что куча функций, на самом деле, почти все, с чем мы можем, в принципе, работать, это все элементарные функции. Потому что все, с чем мы работаем, мы задаем формулами. А как мы пишем формулу, мы пишем вот из этих вот, так сказать, объектов. Например, функция, там, многочлен, где это? Так, пожалуйста, вот x в степени а, при натуральных а берите, это будут одночлены, умножайте их на константу, это будет, значит, слагаем виды константа, может, на x в какой-то степени, и дальше складывайте конечное число операций. Вот, многочлен, это, пожалуйста, это будет одночлен. Ну и так далее. Значит, я утверждаю, что это все непрерывные функции на своих областях определения. Это такая вот теорема, но она в некотором смысле тривиальна. Скажем так, она такой имеет зоологический характер. Как только я вот посмотрю аккуратно на функции из этого списка, я, в принципе, уже сейчас бы мог смотреть на некоторые из них, мне все, что нужно сделать, это аккуратно договориться о том, как мы их определяем, вот эти все функции, x в степени а, ну, если а это корень из двух, так некая требуется тонкость, чтобы определить, что такое x в степени корень из двух, значит, что такое логарифм, что такое показательная функция, ну, надо вот как бы разобраться. Но, значит, если мы разберемся, то, видимо, мы как-то, так сказать, чисто технически быстренько покажем, что действительно непрерывность имеется в наших вот основных, да, базовых элементарных функциях. После чего уже упомянутые раньше теоремы об арифметических свойствах и сейчас изученная теорема композиции, говорят, что ну да, и тогда все, что мы начинаем, нажимая на кнопку, считать на нашем калькуляторе, это все получается непрерывной функцией. Непрерывной там, где она определена. Так что это, значит, теорема опирается на некий конкретный материал про каждую из функций. Каждую из функций мы должны в деталях разобрать, чтобы быть уверенным в этом утверждении. Но, как только разобрали, значит, получается такая вот совершенно волшебная ситуация. Я время от времени буду к этим функциям возвращаться и что-то про них получать. Я докажу со временем, так сказать, эту теорему, наверное, полностью или почти полностью. А пока, как бы, давайте примем это x-вид. И тем самым, значит, чему равен предел x степени, там, не знаю, 1 треть при x, стремящемся к 8. Ответ, конечно же, 1-2, потому что это непрерывная функция, это значение корни кубического из одной восьмой. Я как-то, извините, пожалуйста, я забыл начало фразы, которую произнес. Я надеюсь, получилось верно утверждение. Вот. Хорошо. Значит, ладно. В эту теорему я, значит, сам сейчас поверю. В принципе, мы же теорию строим. Мне, так сказать, конкретика, связанная с функциями, не очень важна. Значит, я спрашиваю, разрешено разделение? Все разрешено, например, тангенс это синус делить на косвенную. И он определен там, где у знаменателя не ноль. Соответственно, там, где вы делите одну функцию на другую, тут же исчезают из области определения те точки, где знаменатель нулевой. И на оставшихся точках это непрерывно. Сказана непрерывность на своих областях определения. Более того, разрешен корень квадратный из отрицательного числа. Сам по себе корень квадратный это x степень а при равном а при второй. Видимо, эта функция не работает при отрицательных x. Спрашивается, можно ли извлекать корень из щит. Ну, соответственно, можно извлекать корень синуса. Но тогда просто, естественно, в тех местах, где корень синуса не определен, то есть это половина оси, где синус с отрицательным значением принимает, она выпадает из области определения. Но на оставшихся обеднении промежутком корень синуса это непрерывная функция. Вот что я имею в виду. Такой упреждающий вопрос. А смотрите, я здесь не вижу нашу волшебную функцию целая часть. Я только что изучал функцию целая часть или знак. Вот модуль я здесь не вижу. Модуль x это что, не элементарная функция? Нет, вы знаете, модуль x это так еще как-то, даже не знаю, как к нему относиться. Ну, почти элементарная. Значит, модуль x это почти что, это не почти что, это элементарная функция. Это корень из x квадрата. Хакерская методика говорит, что модуль x оказался элементарным. А, например, функцию знак x или, например, функцию целая часть x. Вы знаете, функция знак x и функция целая часть не элементарны. То есть, они простые, они, как бы это сказать, совершенно примитивные. Можно так даже сказать. по сравнению с архтанговой с антривиальность какая-то, правда ведь? Да, но, но они не элементарные. А почему не элементарные? А потому что вот их нельзя получить из констанк степеней и показательных функций и так далее по списку с помощью конечного числа арифметических операций и композиции. А почему их нельзя с помощью конечного числа арифметических операций и композиции и получить? А потому что они разрывы. Потому что на своей области определения знак x разрывен в нулея. Целая часть разрывна во всех целых точках, а извините, то, что написано строчкой выше под названием анонс, это теорема. В частности, эта теорема предлагает им варианты для элементарных функций. Они должны быть непрерывно всюду, где заданы. Поэтому, вот как это не смешно, но вот эта теорема доказывает тот факт, что знак и целая часть не элементарны в нуле. Именно потому что у них есть, так сказать, выпивающие, бросающиеся в глаза разрывы. Хорошо. Значит, это мы ввели класс элементарных функций. Но я хочу двигаться в сторону, так сказать, обеспечения всяких деталей, нужных для вычисления пределов. Давайте мы заведем такой параграф. Значит, это мы отступление в сторону. Значит, мы про непрерывное отображение еще не закончили. Я такой вот вспомогательный параграф, чтобы, значит, на практике этим свободно пользоваться. Называется асимптотические разложения. Давайте заведем такой словарик. Собственно, я так и напишу словарик. Значит, словарик, это значит, я заведу кучу... Ну, слово словарик в этом смысле не совсем хорошее. Хотя нет, почему слово... Несколько терминов и обозначений я введу, очень распространенных для такой ситуации. Значит, пусть мы будем сравнительные слова по отношению к двух функций вводить. Вот я имею две функции F и G. Здесь опять важна природа значений, что это функции, а где заданы не очень важно. Ну, здесь я пока, значит, оставлю контекст о том, что я вроде говорил в замечании, которое я не записал, что вроде можно пользоваться сужением области определения. Нет, но я все-таки вот имею в виду приложение главного обзора к вещественному анализу, там, где функции заданы все-таки на каких-то промежутках. Мы помним, что промежутки они лежат в R. Часто это область и не одержим, так сказать, предъявляем. Значит, и того, пусть есть какие-то функции заданные где-то в D. Пусть имеется X0, это предельная точка D. Это, в этом смысле, я сейчас не использую язык непрерывности. И пусть оказалось, что существует окрестность точки X0 и а также существует функция фи, которая действует из этого давайте просто в суде на D действует, неважно. Можно и на окрестности судить, но давайте на D. Значит, функция фи действует из D V значит, он действует из D V и обладает свойством, что она фактически равна частному F и G. Давайте только не использовать частное, поскольку делить не всегда можно, а будем использовать запись, которая всегда работает. то есть по смыслу вроде как фи это F делить на G с единственной оговоркой на 0 делить нельзя, так вот если G равно 0, то чтобы равенство состоялось, из него следует видимо, что F равно 0. А фи в этот момент какие-то конечные значения принимает, но она всегда конечные значения принимает. И в этом смысле даже если функция G ухитряется принимать нулевые значения, вот наше частное F делить на G, которое мы считаем, что фи это неформально считаем. Значит, вот оно определено. Обошли мы проблему деления тоже должно быть равномерно. Иначе такая фи не найдется. Так вот, выполнено это соотношение и еще есть дополнительная информация про функцию фи. В зависимости от этой информации мы сейчас начнем вводить разную терминологию. Ситуация номер 1. Функция фи оказалась ограниченной. Ну, чему равна функция фи в точке А? Нам не очень важно. А, фикс ноль. Значит, вот вы видите, что функция f получается так. Есть некоторое ограниченное выражение, которое умножается на функцию g. И это результат это наша функция f от x. Давайте будем говорить, что f ограничено по отношению g при x, стремящемся к x0. Записывать мы это же будем так, f равно и это вот как ни странно, это вот такая традиция нам шедшая из XIX кажется века. Значит, тут написана буква O, причем это буква O большая, и эта запись читается так, O большое от G. O, это название условно говоря, как сказать, класса функции, да, и вот в кавычках написано, как нужно читать эту запись, f равно O большой от G. Но вот это значит символика O большой от G тоже должна сопровождаться указанием, что при x стремящемся к x0, значит, вот я дописываю сюда, при x стремящемся к x0, как продолжение этой фразы, значит, вот, f равно O большой от G при x стремящемся к x0. Так, ну вот такой язык принят, так сказать, почему-то вот, значит, он закрепился и все были. Значит, следующий вариант произнещения этой фразы вдруг оказалось, что функция φ, которая вот задана в формировке, обладает свойством, что φ от x стремится к 0, когда x идет в сторону x0. 0, x и раз к 0. В этом случае говорят, что f бесконечно мала по отношению к g. f бесконечно мала по отношению к g. Ну, и тоже при x стремящемся к x0. А записывают это значком f равно O маленькое. от x0. Наконец, еще один вариант, когда используют какую-то специальную терминологию. Если вдруг оказалось, что φ от x стремится к 1. ницей при x0. В этой ситуации говорят, что f эквивалент на g. ну, и пишут f эквивалент на g. Я, прошу прощения, я в предыдущем пункте должен сделать оговорку, которую сделал в первом, ну, и в этом пункте тоже. Значит, f эквивалент на g при x стремящемся к x0. И в предыдущем пункте тоже, значит, надо говорить при x стремящемся к x0. То есть, значок используется с оговоркой, что x стремится к x0. Ну, естественно, если вы там один раз его использовали и больше никаких других, так сказать, путаниц не бывает, то эту оговорку можно не писать. Но это также и со всякими другими вещами. Пишут в пределах, часто не пишут, куда стремится x. Интегралы, запомнив, что мы интегрируем только по отрезку АБ часто не пишут, что интеграл. А, да, x0, спасибо, да, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, и наоборот. Нет, ну что-то она умеет, там 1 плюс 2 равно 3, она пишет, но как выразительность печатной машинки все-таки ограниченная, вот, Вот, значит, формулы впишут руки, и вот эту вот рукопись я отдам в типографию, так сказать, там они должны будут ее набрать. Брать это, значит, набрать из этих кубовных, так сказать, штукик, которые будут отпечатывать на бумаге, создавающие кубовки. Набирать тексты, это особое искусство. Кубовщики это делали, специально обычные люди, которые понимали, какие у них есть буквы в запасе, да, как их надо друг к другу прикреплять, чтобы получилась, так сказать, печатная плата на странице. И тому подобное. Но эти люди, конечно, не должны понимать, совершенно не обязаны разбираться в том, что они печатают. Сегодня он печатает математику, завтра физику, потом биологию, потом химию. И для этого текст размечался. Размечался всевозможными вспомогательными обозначениями. Например, вся греческие буквы нужно было там, условно говоря, подчеркнуть, там, я не знаю, или окрести там в красный кружочек. А если буква, значит, математическая в формуле, то ее там нужно тоже как-то подчеркнуть карандашком, что она, дескать, курсивная будет, математическая формула, всякие переменные курсивные. Ну, в общем, всякие различные. А если индекс, то нужно было как-то его подчеркнуть, что он, значит, ниже по уровню и меньше по размеру, чем основной шрифт в строке. Вот, в общем, нужно было сделать. Так вот, значит, в частности, буковка О большое, я же ее вписывал от руки. И, так вот, значит, как отличить О большое от О маленького? Они же, так сказать, в смысле почерка пишутся более-менее одинаково, обозначают одну и ту же букву О. Ну, и это вот такие типографские значки. Значит, для О большого, там, где вы пишете заглавную букву, и в тех местах, где не очень ясно, да, буква А. Заглавная отличается от буквы А строчная. Потому что они рисуются по-разному. Вот, в слове разложения буква А строчная, а в слове А симпатические буква А рисуется совершенно не так. Вот, но некоторые буквы С большое, С маленькое, там, не знаю, О большое, О маленькое, да, Х большое, Х маленькое, они похожи. И тогда, вот, значит, чтобы отличать, очень простое правило такое, какую-то прозрачность должно иметь для того, кто его использует. Вот, буква О большая, тяжелая, значит, ей нужно нарисовать фундамент. Такая буква подчеркивалась. Это мы ей рисовали дополнительный фундамент, чтобы она не провалилась вниз. Буква О маленькая, ей не положено быть большой, она не должна выпирать слишком вверх. На дне рисовали потолок, чтобы, так сказать, не высовывалось выше какого-то, значит, своего уровня. Вот, ну, это я, так сказать, несколько утрирую, но, тем не менее, вот именно такие обозначения применяются. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите рукописанной, так сказать, речи, например, если вы пишете какой-нибудь, там, теоретический опрос, или пишете контрольную работу, в которой вы хотите, так сказать, передать мысль, что ваш плохой почерк, это не повод впутаться в символах, и что вы четко понимаете, где большая буква, где маленькая, вот вы можете использовать эти значки. В наших, так сказать, обозначениях не возникает потребность подчеркивать букву О, потому что, ну, как бы мы ничего не подчеркиваем. Мы иногда, вот я один раз, где-то сегодня, кажется, написал Х чертой, когда писал в критерии Бальсана Каши. Но это исключительный случай, это буквально разовое явление. Обычно такого нет. И более того, я могу легко избежать, написав вместо Х чертой Х с волной, со звездочкой, или вообще Х штрихом. В крайнем случае взять букву Y или Х1. То есть, есть масса способов, как выкрутиться, да? Можно и не надчеркивать, и не подчеркивать. Так вот, так обычно и происходит. И если в любой раз этот человек видит, что вы тут зачем-то ее подчеркнули, то это вот как бы, да, это вы просто лишний раз говорите, что тут почерк у меня не очень убедительный. Вот имейте в виду, что эта буквка маленькая, а эта большая. Такая история. Так, хорошо. Давайте, значит, теперь продолжим еще несколько терминов. Значит, это была группа терминов номер один. Значит, давайте я введу группу терминов номер два. В чем-то похоже ее. Кстати, такая у меня особенность здесь, я уже заметил. У меня всегда так получается, что лекция кончается примерно, как только я начну какую-то новую страницу. Контакт группа терминов номер два. Такая. Пусть у нас есть функция F и G. Здесь будет SD. Продвижащая OX. R. И Vr. И пусть, значит, оказалось, на этот раз тут нет никакого X0, ничего. Просто оказалось, что существует константа C положительная, которая позволяет сравнить значения F от X и G от X, очень можно для любого X с D. F от X по модулю. Меньше, чем C на G от X. Ну, я формально пишу меньше, но лучше бы написать меньше или равно. Потому что если G случайно обратилась в ноль в какой-то точке, то что же делать где-то F? По модулю должно быть меньше нуля. А если так, то нормально. С другой стороны, если у вас, наоборот, функция положительна всегда, и F и G, да, и вы придумали, что F не превосходит C на G от X, еще раз, а G всегда положительна. То возьмите вместо C два C, и у вас будет строгая неравенция. Так что любители строгих неравенция на положительных функциях с легкостью достигнут. Значит, все. Больше ничего не надо. Вот такое требование у группы на профункции F и G. Это повод ввести следующий термин. Тогда говорят, что F ограничено по сравнению с G на множестве D. F ограничено по сравнению с G на множестве D. И пишут то же самое, что мы писали. Значит, пишут то большое, да, подчеркнем. Или лучше не будем. Я даю определение. Достаточно крупный. Он написал. Мне кажется, очевидно, что она большая. А, множество D. Оклинать, это где-то должно быть оговорено. Значит, то, что мы писали только что, ну, это дефект, да, по отношению, по сравнению это к синониму. Синонимы. То есть я написал F ограничено по отношению к G. Можно говорить F ограничено по сравнению к G. Давайте напишем сюда, сначала какой вариант фразы. По отношению к G можно сказать по сравнению. Пожалуйста. Здесь на это никто не смотрит. Важно, что при X стремящемся к X0, да. Так что текстовая составляющая вот в этом месте у определений у большого первого римского большого и второго римского большого это одно и то же. Отличие состоит вот в этом. Я писал X стремится к X0 в первом определении, а здесь я говорю на множестве D. что я там опять какой-то щетку делаю. В пункте 2 X0 в первом месте. Или это я уже исправил? А, X0 в первом месте. Я что-то написал здесь красную составляющую X0. Да, это я не доглядел. Ну, и меня, знаете, из-за чего эта подлинница возникает? Потому что все-таки типовая ситуация наших синтезических разложений, когда мы работаем в R, мы будем рассматривать две возможности, либо X стремиться к конечному значению, и главное научиться работать с нулем. Поэтому главный рабочий случай это X стремиться к нулю. Ну, а второй рабочий случай – X стремиться к бесконечности. Так, хорошо. Вот я поэтому X0, X0, X0 несколько раз перебудил. Прозвращаемся обратно. Я ввел термин F равно большое на множестве D. Так, и давайте еще третий термин введем. Ну, значит. Значит, допустим, что у нас оказалось… Я уж не буду, так сказать, вводить контекст, где F и G заодно, потому что зависит от того, какую фразу я хочу использовать. Значит, пусть мы обнаружили, что F является функцией класса O от G, а G при этом является функцией класса O от F. Тогда говорят, что F и G сравнимы. Или говорят одного порядка величины. Или просто одного порядка. То есть в квадратной скобке запасной вариант фразы сравнимы. Вот давайте я уберу квадратную скобку. Или одного порядка… Ну, можно произносить слово величины и просто говорить. Или одного порядка малости, если речь идет о выражении, стремящейся к нулю. Сравнимы друг с другом, одного порядка величины. Но концовка этой фразы должна такая, которая подразумевается в этих символах O большое. Значит, если O было при X, стремящемся к X0, либо это было на множестве D, то есть и тот, и другой вариант предполагается, но предполагается он в обоих случаях один и тот же, то тогда и говорят фразы, в которой такая же концовка. F и G сравнимы при X, стремящемся к X0, и F и G одного порядка величины при X, стремящемся к X0. Или на множестве D. И пишут такой значок, я, впрочем, часто писать не буду, такие рожки с указанием, это обозначение этого факта, с указанием, что куда стремится. То есть при X, стремящемся к X, стремящемся к X. С другой стороны, текстовая фраза вроде достаточно понятная, и про я сейчас ее. Главное на сию. Так, значит, X, стремящемся к X0. Так, X2, X0. Значок рожки обычно читается, как, если нужно учесть читать, как вот читать, да, как раз, там читаем. Раз, там читаем правду, а вот эта загогулина. Ну, во-первых, можно так и читать, как вы имеете в виду, одного порядка величины, так читать F и G относительно одного порядка величины. Во-вторых, если хотите, можете его читать сравнимо, или даже иногда читают этот значок асимпатетически сравнимо. Но это главное, когда X стремится к X0. Значит, сравнимо. Асимпатетически сравнимо. Асимпатетически сравнимо. Так, так формула читается. Ну, ладно, хорошо. Значит, вот я ввел, значит, кучу терминов. Давайте, может быть, пограничусь еще одним замечанием. Значит, замечание такое. Если мы берем определение по большого, так как это было сказано в первой группе определений, пункт 1. У большое, значит, существует F, или, 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 вот, что на окрестности, да. Значит, тогда определение 1 равносильно определению такому, что функция F это У большое с функцией G на множестве V с точкой X0 пересечет. Значит, асимпатическое определение говорит, что У большое это асимпатическое это первое вида, да. Это то, что вот F получается F умножением G на F и функция F ограничена на этой окрестности. Если она ограничена на этой окрестности, вот, чем она ограничена? Ну, по модулю она ограничена некоторой константой C. Ну, и, значит, когда вы начинаете рассуждать про модуль F, значит, вы обнаруживаете, что модуль F не превосходит вот верхней границы для модуля F умножить на G. Так что это как бы вот тривиальное такое соображение. Значит, значит, получается, что утверждать асимпатически это то же самое, что утверждать вот про окрестность, что F и G сравним в смысле определения 2. Да, ну, давайте напишем, что это в смысле 2, потому что как бы я выигрываю, что, хотя у нас есть два разных понятия большое, на самом деле они, так сказать, достаточно близко друг к другу. Вот. и на самом деле оба они говорят такую вещь, что если у нас функция G не равна нулю и принимает нулевые значения на множестве D, то есть на нее можно безопасно делить, то и то, и другое просто равносильно тому, что частное F делить на G это ограниченная функция. Ну, речь идет сейчас о модификации первого утверждения, значит, соответственно, ограничена в том смысле, как вот указано с точкой выше, то есть ограничена на вот этой окрестности. Ну, а если вы хотите в чистом виде взять утверждение второе римское, что будет на все области определения, то тоже, пожалуйста, если на множестве D, то хорошо. и тогда на тему утверждения 1.2, значит, это U маленькая, 2 говорит, что U маленькая, значит, означает, что F стремится к нулю. Значит, такая же самая оговорка, значит, вот при условии, что G не равно нулю, значит, утверждение пункта, утверждение, что F это U маленькая, а G от G означает все ли, что частное F делить на жест и к стремящемуся к их стану. Готово. Ну, вот все, наше время, кажется, кончилось, тогда на этом я, значит, установлюсь. Нашу ссылку на запись я положу в то же место, где было